Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Добрый вечер. Добрый, добрый, меня зовут Артем Данилов. Я вам звоню по поводу биржи Тарас. Вижу, интересовались у нас учебным пособием как раз. Минут пять утра, не правда? Долго, то, что на работе. Ну, минут пять-семь есть. А, на работе вас застал. Я понял. Ну, тогда сразу же спрошу, вы к нам новичком вообще? Или есть у вас опыт уже в работе, в инвестиции? Нет, опыта нет. Только учитесь, да? Только учитесь. Да, только учитесь. Добро пожаловать. Добро пожаловать. А куда? Нет, ну, в целом, в первую. А, ну, скажем так, буквально, буквально, ну, две недели полмесяча. Две недели полмесяца. Уже неплохо. Уже неплохо. Как получается, узнали что-то новое, интересное? Да. Давай тогда по цифрам стоить. Да, я узнал. Узнал. Все, вот, по цифрам вас ориентирую сразу же, чтобы вы не думали, что это какие-то легкие деньги или золотая жила. То есть то, что можно тут для себя организовать, где-то, ну, 30-40 тысяч, не больше. За месяц, имею в виду. Для вас нормальные деньги или игра не стоит сверху, как говорят? Ой, я вот слышал, можно больше. Вот у нас главбух, она купила акции «Алроса», «Алкоголь России», говорит, вот сейчас Новый год, все массово закупаются алкоголем. И акции на алкоголь выросли, говорит, я на этом, говорит, хорошо заработаю. Вот я когда услышал, она на корпоративе рассказывала, хвасталась, я думаю, ну, тоже надо же заняться «Алроса», «Алкоголь России». Давайте так, она главбух. Наверное, у нее деньги водятся. И вы знаете, сколько она вложила для того, чтобы заработать больше? Ну, сколько, нет, не распространялось. Вот именно, вот именно. Если денег много, зарабатывать очень легко. Если денег мало, то, ну, не знаю, хотя бы примерные представления имейте. Ну, у меня они не так уж и мало. Не так уж и мало. Ну, Тарас, я не лезу к вам в карманы. Я просто, если вы только начинаете, я бы вам не рекомендовал сейчас брать и все в «Алроса» закидывать все деньги. То есть лучше каких-то небольших денег начать, попробовать, посмотреть. То есть вы же, я так понял, рассматриваете это как, ну, какой-то дополнительный источник дохода, а не, не знаю, на 10-15 лет, что на пенсию. Или как? Нет, не как источник дохода, как способ сохранения сбережений, излишков, так сказать, денежных средств. Вот так вот. Ну, смотрите, Тарас, тогда давайте так. Как раз сейчас на работе, я не хочу ваше время попросить. Я что предлагаю? Что предлагаю? Я предлагаю нам с вами как-то так созвониться, чтобы у вас было чуть-чуть больше свободного времени, чем 7 минут, чтобы у вас было хорошее настроение. Ага. Алло, прервалась. Алло, алло, алло. Слышно? Слышу, слышу. Слышу, все. Вот, смотрите, что говорил. Я не знаю, в какой момент прервалась. То есть утром я работаю просто с текущими ребятами, которые уже имеют инвестиции. И вечером тоже, когда я с работой не приходил. То есть в целом я обычно свободен в середине дня как раз. Но в середине дня я понимаю, у вас работа и у всех работают. Да, как и у всех. Тут не обсуждается. Да, тут ничего удивительного. У вас, может, какие-то предложения есть? Как вам можно с вами придумать? Так, чтобы не сильно поздно было. Не сильно поздно, я сговорю. До 8, работа. Потом надо добраться до дома. 8.30 – прям идеальное время. 8.30 – прям идеальное время. Да. Да. Хорошо, давайте попробуем. Попробуем, знаете, как сделать сейчас. Я вас наберу сегодня где-то в 7.30. Так. Скажу, что у меня по вечеру. То есть получилось ли у меня ориентироваться, кого-то перенести и так дальше. Если нет, то я так понял, что в субботу вы выходной прям совсем, да? То есть вы вообще не работаете? Да. Да, в субботу уже, конечно, свободней. Со временем определить. А в пятницу у вас, случайно, может быть, короткий день? В пятницу короткий, ну, короткий как? Где-то до 7, до 7 примерно. До 7. Ну, у 7 это нормально. Это уже лучше. Да. Давайте, знаете как. Вот я в общем вечером, кстати, хорошо? Я подумаю просто. Я не могу разорваться. Может, кого-то попрошу. Ну, есть просто о чем поговорить, честно вам скажу. Тем более, я бы хотел вам, знаете, показать. Если у меня... Я вам хочу показать, может, вам это будет интересно. Я сейчас готовлю для тела маркетинга такую, как сказать, презентацию. У нее еще пока названия нет, но рабочее название «Ленивый инвестор». Как название не расслышал? Ну, это рабочее название. «Ленивый инвестор». То есть, грубо говоря, что было бы, если бы мы с вами вложились год назад в топовые компании, долларовые, да, разных секторов, что бы мы получили в этом году. То есть, ничего не делаем. То есть, и сравнение с тем, что бы мы получили в банке. А это еще только в разработке идет статья. То есть, вы увидите, скажем так, черновик, он еще не очень красиво оформлен, но, я думаю, будет вам интересно, и мне будет интересно ваше мнение. Вот. Я думаю, в течение дня вы на почту можете зайти и посмотреть, поэтому времечко будет у вас, я уверен, на это, да? Сбросьте, если не в течение дня, то вечером почту точно просмотрю. Да. Да, вот я сейчас сбрасываю. У вас почта «Mile.ru», да? Да, да, «Destroy.ru 89». «Mile.ru». «Destroy.ru 89.Mile.ru». Да. Смотрите, «Mile.ru», там есть в этом черновике, там есть скриншоты, если они будут отображаться, у вас там наверху будет кнопка «Показать изображение», просто не помню, как оно на «Mile.ru» написано. Понятно? Если вдруг скриншотов не будет, просто чтобы вы знали, там есть скриншоты, если они не отображаются, то вам нужно быть какие-то манипуляции провести. У меня здесь что? Итоги года, вот, итоги года купил-забыл, я пока что так придумал, вот так вот ее назовем. От Артема Данилова должно письмо прийти, возможно, с вами будет. Ага, просмотрю, просмотрю. Ну вот. Все, договорились. Тогда я вас вечерком наберу, вечерком наберу, и уже что-то придумаем. Я сам подумаю, вы можете что-то подумать. Да, тогда будет видней, как говорится. Да, 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 до вечера, Тарас. Все хорошо, до вечера. Менеджеры обучались, кстати, на обучение инвестиций, помните? Я, да, скачивал книгу, я помню, да. Да, с Артемом говорили, и вам также была литература, и непосредственно для вас еще вводный урок. Я вижу, был компанией закреплен, да, обучающего материала. Соречируйте, вы новичок, я так правильно понимаю, в инвестициях, или есть опыт? Да, есть опыт. Есть опыт, хорошо. А можете, сервизирую буквально пару вопросов. Опыт какой, позитивный, негативный? Я только начал, еще никакой. Ай, только-только начали. Хорошо, тогда подскажите, смотрите, я занимаюсь чем? Я, опять, в спиртом брокерской организации, даю своим клиентам и обучение, и рекомендации по своим позициям, то есть занимаюсь тем, что формирую портфель инвестиционных. Тарас, подскажите, пожалуйста, вас что интересует? Инвестиция в долгий срок, либо же это спекуляция, или середний срок? Я предлагаю вернуться к этому вопросу буквально через 20 минут. С Артемом мы планировали общаться в 19 часов. А, понял. Вдруг к этому времени освободитесь на работе сейчас, да? Ну, не то, что на работе, но 20 минут, и, да, я освобожусь. Ладно, хорошо, тогда ровно через 8 минут я вас номеру бы, тогда пока что пока не прощаемся. Да, хорошо. Да, да, я слушаю. Да, ну, смотрите, мы решили себе на вопросе, это то, что вас интересует. Вы рассматриваете эту сферу, в какое направление? Инвестиции в долгий срок, торговля, передневно, ну, недельная. Что вас конкретно интересует? Подскажите. Меня интересует возможность инвестировать мои средства, чтобы уберечь их от инфляции, получить процент больше, чем по банковским вкладам, накопительным счетам. Хорошо, я вас понял. Ну, смотрите, в таком случае, если вы немножко знакомы, я вам могу что предложить. Это вот урок провести, показать, как я сам играю в портфеле, на что обращаю внимание при выборе тех или иных акций. Вот, соответственно, вы сориентируете, вы раньше смотрели только на российский рынок или у вас вообще разные направления готовы рассмотреть? Мне Артем сбросил на мою почту скажем такой проект. Там были указаны 7 акций иностранных, 7 акций иностранных фирм, которые достигли наибольшего роста, я так понимаю? А, да, да, да. Вот там, я помню, компания Tesla была на первом уровне, она достигла 80% доходности за год. Да. У вас интересует такая же возможность, я правильно понимаю? Ну, сказать честно, я несколько разочарован в иностранных акциях. Ну, многие люди не разочарованы, это европейские акции тоже. Тут вопрос, что нас не интересует разочарование, нас интересует именно экономическая составляющая. И если брать сейчас уже Tesla, она очень сильно перегрета. И ситуация не очень схожа с тем, что было во времена 2000-х, когда очень много появляется компания интернет в так называемые доткомы. Помните, что это такое было? Нет, я так не помню, что это было. Но я так понял, что из этого письма Артема, что за прошлый год Tesla это та компания, которая достигла максимального роста акций на вот на западном рынке 80% за год. Я правильно понимаю? По факту компания Tesla принесла очень большую прибыль, но у нее есть конкуренты в этом плане. Наша NVIDIA принесла порядком 100%, компания AMD тоже на конкурентном уровне находится. Она, кстати, заметит, это все технологические гиганты. То есть у нас сейчас делается именно на те сферы, которые сейчас набирают обороты. А это компании, занимающиеся водородными двигателями, это медицина. Что вы хотите сказать? Владислав, вы несколько прерываетесь в такие небольшие помехи в разговоре. Да, возможно, бывает, так лучше, сейчас, минуту, вот так лучше? Да, так лучше слышно. Ну вот, как мне Артем прислезает эту большую презентацию, и я посмотрел, поискал, соответственно, топ-10, топ-5 русских акций. И, представляете, они дают гораздо больший доход. Вот на первом месте оказалась ГК-самолет, вот наша авиационная промышленность, она дала, представляете, 400% за год. А на десятом месте оказалась русала. Я этому был очень удивлен, вот этот животноводческий агрохолдинг дал 106% за год. А вот в то же время, вот русала, это официальный партнер пятерочки, вот в каждой пятерочке, в магните, вот этот бекон, там, шпик, а вот пятерочка, у нее, как же, за прошлый год было падение на 30%, вот для меня это как-то загадка. Да. Ну, мы это, как раз, и сами будем изучать. То есть, нас, как раз, таки, интересует понять, почему теленные акции растут, и научиться в дальнейшем применять. Чтобы вы, условно говоря, были в той ситуации, представьте, что я только начинаю с 21-й год, да, не 22-й, и вы находитесь в той ситуации, когда, как раз, таки, готовы в аэрофлот вложить дань, там, высказать самолет, то же самое, и так далее. Мы как раз и сами этот вопрос и изучим. Поэтому для вас и нужен вводный урок, чтобы вы понимали квалификацию, отлично, мою, и также непосредственно какой формат, ну, подберем уже 10-й портфель для вас лично. Вот. Вы сориентируете, у вас как доступ к интернету? Телефон, компьютер, чем пользуетесь? Ну, обычно телефоном пользуюсь и компьютером. Хорошо, я правильно понимаю, что вопрос ваш, именно то, что вы не понимаете, я правильно понял, да, то, что нам с вами нужно изучить. Это понять, почему те или иные акции растут, те или иные падают. То есть научиться изучать и извлекать для себя экономическую водоплеку. Я правильно понимаю? Правильно понимаете, опять вот, постоянно правильистая связь, поэтому понимаю общий смысл сказанного. Вот в чем дело. Вы где находитесь сейчас? Вы дома, нет? Да, я нахожусь дома, в одном положении, в одном месте нахожусь. У меня отличный прием. А у вас там всегда нормальная связь ловят? Странно. Всегда отличная связь. Я просто стараться, вообще идеально. Без помех, без ничего. Возможно, это у меня какая-то проблемка техническая. Давайте сделаем проще, Тарас. У вас скайп есть? Ой, нет, вы что, ну какой скайп? Считаю, я с вами частично согласен, но пока альтернатива в принципе в целом нет, можно пользоваться зумом, но, к сожалению, по регламенту приложение не выступает в роли безопасного. Поэтому не ватсап, не телеграм, а скайп. Вы есть возможность сейчас остановить себя на телефон? Нет, нет, нет. Вот что, дело в том, что я работаю, скажем так, на одном государственном проекте, связанном с информационной безопасностью. Ну, я сам лично не занимаюсь вопросами информационной безопасности, а, скажем так, я в обеспечивающем подразделении, поэтому никакие ни скайпы, ни зумы, ну вы что, это очень-очень нехорошо. А какими менеджерами вы пользуетесь? Ой, менеджерами. В смысле, мессенджерами. Ну, скажем так, все мессенджеры, они ведут свою историю возникновения из западных стран, они, в общем, по многому подконтрольны западным спецслужбам, ну вот я пользуюсь с основной электронной почтой, а зачем все это? Вы расскажите пока, кого вы представляете, что вы хотели мне донести? Компанию Макси я представляю организацией Европейский Брокер, которая занимается чем? Обучением клиентов, и также мы напрямую смотрите, есть, например, российский рынок, он у нас как устроен? Да? Есть арбанк. Дальше идут ответвления. Да, идут АРБ, это ассоциация российских банков, некоммерческая организация, регулирующая рынок и создающая регламент для нормальных условий. Условия свободного времени и дальше второе ответвление. Это у нас коммерческий банк, который так же напрямую работает с СТБ. Мы с компанией Макси мы в 2013 году вошли в ассоциацию российских банков, а 2016 года с банковскими форами работаем с коммерческими банками, такими как СТБанк, туда входят, Альфа-банк, ВТБ и так далее. То есть напрямую. Соответственно, вы для себя используете наши услуги как брокера в первую очередь и во вторую очередь это уже непосредственно как экспертов, как обучающий материал, так можно выразиться. То есть у вас лично в компании будут видеокурсы, вебинары, плюс возможность работать с экспертом. Соответственно, по данному формату уже можно выходить во-первых, на что? Сохранение вашего капитала по той причине, что сейчас мы очень беспокойны ситуации с Украиной, ситуация с Казахстаном, я думаю, вы так же. Вот. Из-за того, что сейчас рубль будет падать. Если брать данные Росбанка в порядке до конца месяца, если эскалация на Украине продолжится, то рубль проскочит флажку в 80, точнее, доллар, будет дороже 80, 80 плюс. Сами понимаете, тоже хорошо сразится на ценах, точнее, хорошо в плане что сильно измениться. Но, разумеется, не в позитивном ключе, а в негативном. Вот. Это первый момент. Второй момент, который нас сейчас переволнует, это ситуация с пандемией, потому что, как бы там ни было, многие люди верят, не верят, но суть в том, что, по данным здраво, с февраля месяца количество заболевших будет превышать в два раза, чем ситуация в прошлом году. У нас была в прошлом году 41 тысячи заболевших максимальный рекорд. Сейчас прогнозируют, что будет 100 тысяч человек. Это рекордные показатели. Сами понимаете, тот же фактор не особо позитивный, а скорее неприятный, даже назвал его. Вот. Это то, чем мы сейчас клиентами в первую очередь обезопасены, и портфель, уже дисциплинованный строим, наталкиваясь от каких событий. Рассмотрим российские акции и европейские. Вы знаете, подобрал портфель. Вы знаете, вот вы знаете, по поводу европейских акций все-таки есть вот в данный момент некая предосторожность, потому что все-таки ожидается, ну как ожидается, постоянно муссируется тема, скажем так, что, ну, к примеру, на Украине возникнет опять Харьковская Народная Республика и придется ей помогать, или там, может быть, какая-то Левобережная Украинская Республика, там погонят Зеленского с Киева, и, соответственно, все это отразится, ну, на всей нашей социально-экономической обстановке, вот эти европейские акции, ну, может быть, будут для нас, скорее всего, даже и заморожены эти данные события. Вот вы как считаете? Вот, да, поэтому и рассматриваем разные возможности, разные направления. Есть, там, брать, условно говоря, есть такие компании, которые швитварские, либо же, допустим, брать тот же Пипайзер, да, и по Модерну, это компании, которые ни в коем случае не будут прекращать свое сотрудничество с компанией России, потому что это вакцинация, компании медицинские, которые занимаются, они, как бы там ни было, санкции не преследуют, потому что их не ограничат. Плюс ситуация с Самсунгом, эта компания все-таки, корейская, да, сами понимаете, тоже здесь эту компанию тоже можно для себя рассмотреть для сохранения рисков, для сохранения капитала, для убережения себя рисков, вот. Но, более детальный вопрос, мы можем себе разобрать в интернете. То есть вы, на первых, давайте отталкиваться от того, какой капитал вы для себя рассматриваете сейчас, чтобы я понимал, что подобрали на вас. Вы знаете, я вот начал изучать финансовые рынки недавно, вот буквально когда-то, недельный вторник со мной созвонился Артем, и вот в среду я подал заявку вот в ВТБ, в Натбанк, ВТБ Инвестиции на открытие ИИСа. И вчера мне через единолицевой счет подтвердили, я, соответственно, активировал свой ИИС там, и вчера облигации. Ну, у нас на ИИС, как вы знаете, максимальная сумма 1 миллион рублей, вот я только на 1 миллион рублей купил облигацию. правда, государственную, соответственно, мужчина нашего. Ну, смотрите, у ИИС есть огромная проблема, эта проблема связана с тем, что счет сам по себе рублевый. То есть, если ситуация будет продолжаться, вы себя не обезопасите. Это факт. Слушай, так же будут таять средства, сколько уже облигаций. Почему? Не понимаю. Ведь по ИИСу 13% государства автоматически перечисляют, и плюс сам доход от облигации, это, слышно, 20-21 или 22%, где-то так, я почитал. мой личный помощник в этой инвестиции рекомендовал, что в условиях падения акций лучше всего выбирать гособлигации в данный момент. Абсолютно разумное решение с точки зрения сохранения риска в стабильной экономической ситуации. Но у нас сейчас является максимумом 2018 года. Сами понимаете, развивается ситуация дальше. В Украине все, наш рубль просаживается сильно в тыне. И не важно, сколько у вас гособлигации, какую сумму и так далее. Деньги будут стоять в процентном соотношении. То есть элементарно, если доллар будет по-сотни, даже на темно пошло. Байден сегодня заявил о том, что если Россия нападает в Украину, то будут применены такие санкции по отношению к России, которые она раньше не видывала. Одно из таких санкций будет полностью запрещение оборота рубля с российскими банками. Не рубля, а доллара. Соответственно, в такой ситуации это сильно повлечет за собой, во-первых, дефицит товаров. На всех уровнях. Дефицит производственных мощностей. Это компьютеры, это процессоры, это что угодно. Про то, производственное оборудование, поскольку у нас сейчас мало что собирается. И если брать те же автомобили, которые у нас собираются, все это собирается на отрубежном оборудовании, процессорах, компьютерах. Вот у нас есть Эльбрус, называется МТСТ компания, тоже. Вроде бы наш процессор, вроде бы наша разработка, но собирается это все на чем? На производственных мощностей компании Intel, которые они закупают у них Intel, использовала 5 лет, она их отработала, отбила, заработала на них, все, и старый процесс продается, продается нам сюда. Вот. Сами понимаете, да, то есть, если такая сейчас случится, это огромный дефицит на рынке всего. И продукции, и обычной продукции, и технологической продукции. Ну, я вынужден с вами... Вас облегать, здесь что-то не способны. Да. Я вынужден с вами здесь не согласиться, потому что я все-таки какое-то посредственное отношение к информационным технологиям имею, и вот у нас уже свыше 5 лет налажено сотрудничество с КНТР в особости компьютерных технологий, в том числе процессоры, полупроводники и все вот эти комплектующие. Поэтому, я думаю... Было бы неплохо, было бы неплохо, но КНТР нас в этом в плане не обгоняет. Да, да, нет, с вами тут не соглашусь. Дело в том, что все-таки я хоть и посредственные отношения имею, но считаю себя определенным специалистом в этой области, тем более, что у нас все-таки государственный проект, и вы взрывы церкви КНТР. Все-таки у них своя собственная космическая и ракетная программа, не угрожают цены ракетами вплоть до Соединенных Штатов, поэтому информационная технология у них очень сильно развита. Северокорейские хакеры тоже известны в определенных кругах. Так что КНТР все-таки это... Только разница в том, что если мы берем сейчас реально хорошо развитые компьютерные технологии, информационные, это Китай в первую очередь. В первую очередь Китай со своими компаниями на элементарном стаже Huawei, которая смещает все производство в Китае, фабрика TSMC и другие. Вопрос сейчас на самом деле мы сейчас уходим в долгую полемику, мы можем так долго рассуждать, я бы хотел сделать проще с вами. Раз, вам предложить возможность выйти на заработок гораздо выше, чем вы получите ВТБ. Если в среднем брать условно говоря какие-то моменты касательно спекуляции, касательно трейдинга, что это такое это торговля, то же самое как вы в облигации вкладываетесь, только более краткосрочные. Иногда эти сделки работают до недели, иногда месяц работают. Зависит от позиции, зависит от экономической составляющей. В среднем мы в такой ситуации можем выходить не рискуя с вами на 20-30% ежемесячной прибыли. Если вас этот вопрос интересует такая прибыль, я могу подобрать для вас портфель, показать какие-то возможности какие есть и только отталкивать от какой-то суммы и там уже для себя либо если понравится будем работать вместе. Мне выгодна эта комиссия с вас. Вам выгодна это портфель и доходность выше 20% в месяц. То есть 20-30% в месяц это я так понимаю 240-360 процентов за год. если мы берем вы учитываете сложный процент не забывайте об этом. Ого, а со сложным процентом это столько? Я точно цифру не назову, но если отталкиваться элементарно от того, что у вас в первом месяце вы вложили тысячу долларов, 2 тысячи долларов, 5, вы эту сумму превножаете порядком на 10-20% вечной прибыли. Мы местами иногда используем торговлю на нефтяных рентах. На самом деле этот актив очень интересный, потому что он пробивает свои рекорды и показатели интересны наблюдать, что с ним будет дальше. Второе, у вас капитал накопился на счете, 20% вы заработали, то есть уже тысячу долларов в 5 за месяц, соответственно от этого уже 20% у вас будет за следующий месяц. Потому что у вас счет нарастает, потихонечку объемы также вырастают. У вас по факту то же самое будет на яис, только яис у вас 3-3 года. Если вам элементарные облигации, если ближайшие 3-4 месяца принесут те же 20%, если так случится на рынке, то вы их продадите, вот и у вас уже большая сумма доинвестиции, понимаете? Там уже можно будет перераспределить. Вот это столько свободного времени вы могли бы найти? Подскажите, пожалуйста, а вот сколько все-таки выходит примерно 1000 долларов за год, учитывая сложный процент? Давайте посчитаем. Не надо точную цифру. Примерно. Сейчас выкину. Минутку. Давайте так, порядком со 100 тысяч вложений выходит у вас порядком 900 тысяч, то есть порядком 900 процентов. Ух ты, неплохо, так можно, грубо говоря, за пару лет войти в список долларовых миллионеров Forbes. Нету. Это вы преувеличиваете, конечно. Тут поймите, вопрос еще идет о рисках. Я могу гарантировать, так сказать. Это 15 процентов. Есть же меньшие прибыли, в принципе, то, что мы можем иметь стабильно. Не рискуя никакими средствами, придет тот же пример. Допустим, компания AMD производства процессоров, допустим. Сейчас просадки находятся огромные, упала за последний месяц со 150 долларов до 120 сегодня было 121 долларов. Но если берем ситуацию в начале месяца, когда была выставка CES, акции компании подросли со 144 до 150 долларов. Соответственно, за день это, чтобы вы понимали, за день это 8%. Вы сами понимаете. При использовании вот таких активов, когда мы рассмотрели краткосрочную новость, мы на ней сыграли и продали сразу. То есть в среднем вы как раз таки можете выходить на 20% в месяц прибыль. За счет долларов миллионеров Forbes вы, конечно, загибаетесь сельшим пальцем, но попробовать для себя к минимуму можете. То есть рассмотреть, посчитать. Для начала стоит понять вообще, как что-то ходит в среднесрочной позиции. Понимаете? Это не то же самое, что вы положили деньги в облигацию и оно у вас просто лежит и вы за ней наблюдаете. Пусть еще просто продается. Понимаете? Немножечко другая ситуация. То есть то, что вы сейчас посчитали для себя на год один раз, мы этим занимаемся, мы в компании, лично, эксперты, аналитики, у нас компания работает порядка 4 тысяч аналитиков и каждый день занимаемся. То есть для вас как раз таки этот материал будет обрабатываться и приноситься для вас новичка, чтобы вы сами этому научились. Владислав, подскажите, мы примерно понимаем систему, то есть надо купить акцию, когда она стоит дешево и соответственно когда она вырастет продаешь. Вы сказали вот у вас 4 тысячи... Перед новостями. Что-что? Перед новостями? Какой пример вам привести? Допустим, отличный пример будет максимально нагляден и понятен для вас. Август месяц. Начало сезона. Соответственно, поскольку Европу поставляется газ по факту только от нас, сами понимаете, наши российские компании, которые занимаются производством газа, тот же Газпром, по факту будет монополистом в этом плане. Соответственно, продавая газ на Европу в огромных объемах, чтобы напомнить слово, пожалуйста. Чтобы хранилище наполнено, нужно продавать больше объема. Соответственно, Газпром в таких ситуациях, как вы думаете, акции будут расти или падать? Я предположу, что будут расти. Да, всего скорее. Это просто элементарный закон логики, спрос, предложение. Если мы с вами берем полгода, мы смотрим, ситуация с августа месяца, акции 280 рублей стоят, хранилище наполнено, на момент наполнения, когда спрос падает, акции стоят 389 рублей. То есть рост за три месяца 110 рублей, 30%. Это отлично, это отлично. Но дальше акции сейчас откатываются, они дальше откатывались до 320 и сейчас еще упали до 300 рублей. 314 сейчас стоит. То есть понимаете, если вытарить на полгода, за полгода, это всего лишь 11%, но за два месяца, это было за два с половиной месяца, это было 30%. Вот. То есть как раз таки мы такие экономические ситуации и будем сам изучать. Сейчас я вам привел максимально простой пример. Это элементарный закон спроса и предложения. Есть примеры более сложные, более интересные? А, вот я тоже хотел вам привести такой же пример. Дело в том, что я заинтересовался инвестициями буквально недавно на новогоднем корпоративе наш главбух Снежана похвасталась, как она перед Новым годом купила акции Ауроса. Ну, это соответственно, наш монополист алкогольный, алкоголь России. А говорит, почему она купила? Потому что перед Новым годом массово люди закупаются алкоголем и плюс еще с Нового года повышаются акцизы. То есть Ауроса получает больше прибыли. То есть ее акции выросли за этот новогодний период. Поэтому непонятны данные новости. Смысл в чем? Смысл не понятно. Что именно непонятно объяснить? Нет, я говорю непонятен смысл то, что перед определенными событиями происходит рост акций. Вот перед Новым годом алкоголь России растет. Так чтобы вы понимали, вот что вы сказали за алрос акции сейчас опять упали. То есть она их покупала по 113 и сейчас по 108. да, они выросли до 4 января до 120 с копейками не были памятники если не изменяюсь. 23, по-моему, 24. Вот. Ну, не столь популярна акция, поэтому не помню. За месяц да, они подросли порядка 50% было, но потом-то они упали. И ничего 100 рублей стоят. Понимаете? Я все ходила с акций потому что я выпил на спинал в этот период. Но не совсем прям популярно. Все таки свыше 70% рынок вот это великое величное величное великое занимает. Мне кажется, они достаточно популярны. Ну, Беллида еще есть. Ну, великое величное величное популярное. Ну, сами понимаете, меня интересуют хорошие крупные инвестиции. Алрос, компания, да, неплохая, но меня интересует задача. Во-первых, это европейский будет зарубежный рынок. Вот. И я прекрасно понимаю, что, допустим, предположим, вы же, если работаете сами европейские и прочее, у вас, соответственно, счет будет европейский. Поэтому вопрос касательно какие-то санкции, акции вас не должен коснуться, как и меня не должен коснуться. Ну, подскажите, вот, все-таки, вот, в последние годы все-таки США и ЕС вводят различные санкции, пока как бы точечно против отдельных, скажем, лиц, некоторых чиновников, а если вдруг они ведут против всех русских граждан, тогда, как быть-то. Алло. Знаете, ситуация, ну, на самом деле, вы вопрос задали хороший, но это уже та ситуация, которая является кризисной. Сами понимаете, такого не дойдет. У нас и настолько ненормальное правительство, чтобы такого доводить ситуацию. Вот это вы все верно сказали, противство наше нормальное, но ведь наш сосед, там же, ну, если в главе государства стоит цирковой клоу, ну, что можно от него ожидать? Ничего хорошего. Если выкинет какую-то там, грубо говоря, финтышами, там, соберет последние там эти ракеты там, перевеселить недавности, совершит какую-то провокацию, ведь у нас же ответят. Поэтому даже не знаю, что узнать. Это уже знаете, вы в такой ситуации у нас только один вариант, жить там, понимаете? Делать себе вид на жительство, делать ревизу и там жить. Сами понимаете, это вопрос, вы задаете, а что если война? Ну, что если война? Придется уезжать, не знаю, либо воевать. Сами понимаете, то есть вопрос в том, что это уже кризисная ситуация, как в этой ситуации действовать, решает на себя сам каждый человек. Он либо идет в Человеке государства, либо уезжает. Ну, они сами лично в такую ситуацию, вы чему готовы? Вы готовы пойти на призывной пункт, если уж придется? Я, честно говоря, не готов. Честно говоря, я, скажу честно, я, 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 честно, я признаюсь вам, скажу так, я был готов раньше, буквально там лет пять назад, но у меня четыре года назад родилась дочка маленькая. Я ни в коем случае никуда, ни за что не пойду. То есть, что бы там ни было на кону, для меня сейчас вопрос, к жизни моей дочери, является первостепенная важность. поэтому я просто-напросто возьму свою семью и перееду. Все. Я вот с вами полностью согласен. То есть, благо, тем более, я считаю, что все-таки, благо капитал, да, слушай вас. Я все-таки считаю, что все-таки русские украинцы, все же мы братские народы, многое вековая у нас общая история, общие, скажем там, предки, это все наносное, это русофобия, которая развивается у нашего соседа, ну, сказать честно, вот до вот этих... Самое интересное? Да. Говорите, говорите. У меня есть человек, клиент, человек, недавно ездил в Украину, клиент, он занимается, он журналист. Назовать его не буду, но суть такая, он ездит по разным регионам России и замечает, что у нас сейчас русофобов в нашей стране гораздо больше, чем в Украине, чтобы вы понимали, которые, это наша нация, это у нас националистическая, да, то, что у нас в крови вот этого травства, дурное мышление, этот совок и так далее. То есть, как бы там ни было, что интересно, да, казалось бы, все-таки у нас, по его мнению, русофобов больше. Это частные случаи, да, частное мнение, но тоже интересно наблюдать за этим, согласитесь. Чего у нас побольше не услышал? Русофобов, русофобов, людей, которые считают, что у нашей нации есть какие-то генетические проблемы у русских, да? Ой, не знаю, не знаю, не сталкивался, не сталкивался. Я же сам с такими сталкивался, вот мне недавно попался клиент, новичок, в Финляндии. Я ей звоню, она мне, а вы откуда? Я же в Москве. Русские, все тупые. И вот и сбросила меня, представляете? Она сама кто была? С Россией? Русская. Интересно. А вот я вам хотел... Она на жизни и читает статьи там в Финляндии люди счетливые. А я хотел сказать, что вот до 14-го года, до начала этих событий, я несколько занимался, скажем так, небольшим бизнесом. У меня с товарищем была идея переносить бизнес в Украину, купить в Киеве квартиру, дело в том, что мы живем неподалеку, Ростов-на-Дону. И все это было близко, потому что условия для бизнеса в Украине на тот период были гораздо более либеральные, чем в России. И, скажем, заниматься бизнесом было проще и по части каких-то бюрократических препонов, и по части законодательства, и по части, скажем, вариантов развития. Но, к сожалению, в настоящее время вот все вот эти возможности отсутствуют. полностью. Да, полностью закрыты. Да, и вы. Смотрите, давайте, как с вами сделаем. У вас, ну, смотрите, я, в принципе, если для вас мое предложение заинтересовало, мы можем с вами что сделать? Сделать как? Я могу дать минимальную возможность поработать со мной в первый месяц с минимального типа счета, да, где мы с вами берем инвестицию в тысячу долларов, да, то есть, до 100 тысяч рублей. Вы у меня в группе поработаете, я дам вам материалы сейчас почту могу скинуть для вас как одного из первых клиентов в этом месяце в своей группе. Подготовлю, в принципе, скину вам материал, скину у меня наброски есть на этот год на акции. Я буду потом своим клиентам я клиентам буду уже давать своими готовыми, вообще активным клиентам. Вот, могу с вами поделиться, если интересно, если будете клиентом. Скажите, пожалуйста, вот вы, конечно, любопытно посмотреть, а вот вы еще упоминали, что у вас в компании около 4 тысяч аналитиков, это в Москве, что ли, или у них в Петербурге? Артем говорил, что у нас в Петербурге офис, или нет? Москва, Питер, головной офис в Лондоне находится, офис Питер, Москва, головной офис находится в Лондоне и еще Тель-Авив. Ого, Тель-Авив, интересно, интересно, у меня знакомый переехал в Хайфу. Да, у нас же там, смотрите, у них же там свое законодательство, они не могут работать, это как в Америке, они не могут работать с европейскими другими брокерами, поэтому в Тель-Авиве свое представительство. А вот я вот, я вот что хотел спросить, а 4 тысячи аналитиков, скажем так, работают они в России или вот везде вот всего в компании? Везде. Всего? Ну, мы расширяемся постепенно со временем. Если брать, допустим, последний год, у нас штаб увеличился на 10% именно среди аналитиков. Менеджеры и так далее, это другая, а уже часть, сервис, я так сделаю, я имею в виду аналитиков. То есть есть и на территории Лондона, там небольшое количество людей. Но основной офис это находится в Москве, вот самые крупные у нас по факту сейчас. А вот, вот, кстати, а вот сколько аналитиков работает на Россию? Точную цифру вообще-то не назову, но приблизительно порядком двух тысяч человек. Ого, это много. А почему вас это именно интересует? Ну, меня это интересует в связи с тем, что, как я понял, у каждого аналитика есть, скажем так, свои клиенты, то есть те лица, которых он сопровождает. Ну, вот, как бы, вот смотрите, вот, к примеру, врач-стоматолог может принять в день, ну, там шесть человек нормально обслужить, вылечить, а если у них будет уже шестьдесят, он с ними, скажем так, не справится. Вот, вот, к примеру, вот у вас сколько человек... Да, вот у вас сколько в сопроводении человек, ну, чтобы было оптимальное количество, чтобы можно было каждому уделять время. Смотрите, активных клиентов у меня сейчас сто три человека. Сто три? Сто три клиенты. Работают сто человек... Стоп, 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 я сейчас объясню. Сто человек это работают, это старые клиенты. Я с ними уже не работаю индивидуально. То есть это самостоятельный клиент, это кто-то эксперт, кто-то у кого-то просто акции лежат, как у вас, ориентарная ИИ, да, и он там потихоньку, время-дремень, иногда заходит, так, перепродает, где-то там со мной советуется, мы там связываемся на полчасика, собственно говоря, я интересуюсь, как дела, много рекомендаций, кто-то сидит на смс-сигналах, они занимаются, знаете, прям таким струклезным трейдингом, они пользуются смс-сигналами, рекомендациями от роботов, они изучили технический анализ, и сами сидят, поэтому варятся каждый день это их основные заработки. Сейчас активных ребят у меня, я вот с опыта вернулся буквально пару дней назад, активных клиентов, с которыми я работаю индивидуально, это три человека. Всего три? А остальные, в общем, скажем, в свободном плавании. А кстати, а где отдыхали? Ну да, в этот зимний период? Где же на юге? Мы ездили в Египет, в Египет, у меня там родственник, ну, мне не особо понравилось, я хотел планировать немножко подороже, если так отдохнуть, но супруга, у нее там родственники были, друзья, как-то, о ее маме на рине, вот, и, соответственно, мы поехали туда повидаться с ними, там не держали попыли, ну, такое себе. Шарем Эль-Шейх, я тоже там был, в прошлом году. Шарем Эль-Шейх, когда были? В прошлом году, это Красное море, когда там акулы, вот я все время опасался, акулы заплывают, ну их. Знаете, мы ныряли с этим, с Квалангом, наверное, метров, потому что 15 было, условно говоря, или чуть меньше, вот, что интересно, во-первых, ну, первое, всей группе просто не позволяли до дна доходить, то есть, а с нами, у меня супруга очень активная, мы такие, сразу видно, что это русские приехали, да, вот, а мы так активно, туда-сюда, давай, пятое, десятое, вот, и, короче, поехали, у нас одних, супругой, до дна, довел, как он называется, слово, было, что? Дайвер. Кто занимается аквалатами? Дайвер, может быть. Дайвер, да, не суть важная, да, не суть важная, вот, он с нами был на дна, по веревочке, мы тут отпустились, посмотрели, бит просто, на самом деле, во-первых, невероятный, во-вторых, это очень крутые эмоции, когда погружаешься, во-первых, чувствуешь, что тебя немного потихоньку сдавливают, но это вот такая вот первая вещь, я первый раз в жизни снырнул под воду, прям глубоко, эмоции просто невероятные, это не передать словами, поэтому, вот, это единственное, хорошее такое впечатление, которое у меня осталось в Египте. Керамид, разумеется, и раньше видел, вот, ничего особого, тут я уже не повидал, а вот, ситуация с нырянием, да, это классно. Теперь есть желание, в ближайшее время, поехать на Вальдивы, посмотреть, что там, вот. Ну, это такая, знаете, мечта дурака называется. Ну, почему же? Я, в целом, в России, хорошее время провожу. Да, все верно, все верно, у нас тоже полно много замечательных мест, вот, к примеру, на Сахалине, красивейшие места, Курильские острова, там можно исходить и на экскурсию, на рыболовецкие, вот эти заводы, комбинаты, нужно, вот это, золотодобыческие артели, посмотреть, как работают. Ну, наша экзотика, говорится, медведи, балалайки. Я, да, я дальше в Москве был только до трех лет, потому что родился на Дальнем Востоке, у меня там как раз отец служил, военной части, Матерсеркова, по-моему, и, где же мы были, как-то, может, на муре, а потом уже три года, он все уже, он закончил службу, и мы переехали в Москву. Вот, ну ладно, так, смотрите, мы сейчас с вами немножко слонились, от курса, и так, я правильно понимаю, что формат, в принципе, со мной, учиться поработать, вам понравился, интересен, да? Ну, конечно, я же правильно понимаю, какой же модель, что пошляется покупка акций до их подорожания, а потом, соответственно, продажа, скажем так. Да, для начала у вас идет открытие счета, давайте мы проверим сейчас, я вам сейчас отправлю ссылочку на почту, да, если вы там противник всяких таких программах, мы с ним помчатся только по телефону, вот, соответственно, смотрите, вы за компьютером сейчас? Нет, сейчас не за компьютером, но вы отправляете, я, конечно же, просмотрю, и что отправите ссылку, это ссылка куда, на что? Это ссылка на портал инвестинг, во-первых, в первую очередь, это портал, а вы знаете такой инвестинг, нет? Знаю, я пользуюсь, ну, в течение недели его, скажем так, узнал, стал пользоваться, поэтому он ссылка, зачем он, выбираешь инвестинг, поисковую стратегию, он тебе раз выплевывает сразу инвестинг. Да, а мы можем с вами попробовать, вы сейчас через инвестинг, как раз на телефоне, поставьте мне на громкую связь, вы сразу перейдете на личный сайт компании, там себе счет сделается. Так, а что значит, сделаю счет? Ну, во-первых, регистрацию пройдете, оставите заявку, вам сейчас придет, должно быть прийти страховой полис, номер страхового полиса, вы этот номер продиктуете, если для вас счет создастся. Вот, если вы создали, соответственно, мы с вами пройдем верификацию, это закрепление документации в ваш счет, то есть это паспорт, прописочка и второй документ, подтверждающий вашу личность, вот, и потом пополним его с вами на минимальную сумму, получается, это вот 500 долларов, и уже будем вместе обучаться, я принц, тогда вы будете в моей группе, уже моим активным клиентом, и поделюсь с вами материалом своим, имеющимся, набросками. Как-то несколько у нас либо другая система, сперва просто открываем счет через единый лицевой счет, и потом, когда уже, скажем так, есть определенность покупки какого-либо актива, тогда уже переводишь, да, и покупаешь себе. Как-то так? Не, а, минимально понял. Смотрите, мы теряемся по факту, откройте инвестинг, послатьте меня на громкую связь. Хорошо, сейчас, секундочку. Так, ин... Инвестинг. Да, да, страница перезагружается, инвестинг. Так, так, вот инвестинг.com, котировки и финансовые новости. Да, там, где вверху у вас должны быть три полосочки. А, сейчас, сейчас сайт открывается. да, хорошо. Да, вот три полосочки, так. Нажимайте на них. Так. Там есть кнопочка внизу, брокеры, либо же лучшие брокеры. Так, лучшие брокеры есть, брокеры нет, лучшие брокеры, хорошо. Да, нажимайте. Да. Там, компания в списке должна быть у вас MaxiMarket. Такой, синий логофит. Сейчас, страничка грузится. ICMarket. Вот я вижу... MaxiMarket. А, MaxiMarket. А, да, вижу MaxiMarket, да. Так, нажимаю. Да, нажимаете именно на саму картинку, на самом деле, это сам логотип, чтобы закончилась информация о компании. Там год основания у вас сразу будет. Так, год основания 1008. Так, так, так. Так. Ниже листайте, там будет информация о компании. Да, вот я вижу MaxiMarket с международной финансовой брокер, ты представляешь своим клиентом, инновационные сервисы. Смотрите кнопочку «Показать еще». Ага, «Показать еще». Сотрудничают, так, так, аналитику используют различные порталы, лидеры финансового рынка, самый информационный активный брокер 2013 года. 2013 год уже прошел, да, прошлое. Давно, да. тоже неплохо. Полный спектр Борису для успешной торговой налетной бренды. Ну, это минимум в сервисе рекалий уже есть. Процессом клиента ВНСБ с обучением СЛМС. Триевой рынок и фондовая биржа. Да. Уникальный сервис обучения по телефону 1 на 1. Да. То есть, как бы там ни было, ВТБ, все эти банки, все они очень хорошие, вы можете с ними работать через сетевые счета и так далее. Но есть один нюанс. Ни одна компания сейчас по факту не дает вам личного эксперта? Не соглашусь. и работа с аналитиком? Ну, на ВТБ есть, скажем так, советчик, помощник. Не знаю, может быть, это не личный эксперт. Но это указывают. Консультацию определенную указывают. другое. Да, ну, это по факту. То есть, вы пришли, вам посредят и так далее. Здесь же, вы заходите в кабинет, открываете свой счет, вам элементарно компания сразу дает, закрепляет вам личного эксперта. То есть, мы сами работаем, как минимум, да, и каждый час, каждый день, по часу у нас будет вот такой вот диалог, где мы будем рассчитывать экономические новости, понимать, что это, что влияет, и быть готовым к ним, чтобы элементарно вы себя, чтобы понимали, и как в дальнейшем действовать. И, разумеется, вы сможете посоветовать. Согласитесь, классно иметь. Словно, но ведь, скажем так, необходимо удостовериться, что человек действительно надежный, классный эксперт. Да, конечно, я с вами согласен. Ну, а что тут может быть показателем? Ну, на самом деле, два варианта есть. Первый вариант, это, разумеется, статистика, да, то есть, чем он сам торгует, какие инструменты использует, сколько зарабатывает, да, чтобы понимать. И, кстати, на компании, ну, момент такой, есть организация работает с банками на протяжении уже какого-то долгого срока, да, допустим, с 2008 года. Сами понимаете, как я говорил, да, у нас есть АРБ, есть коммерческие банки. В любой случае, если компания работает либо с АРБ, либо с коммерческими банками, сами понимаете, что это надежно. Иначе банки бы не стали с ней сотрудничать. Верно? Ну, про АРБ я вам ничего-то вмятного не скажу, насколько я понимаю, это, скажем, клуб по интересам, некая некоммерческая организация, предположу, что вопрос членства в ней зависит только, скажем так, от членских выносов. Ведь это организация некоммерческая, у нее особых не рычагов влияния, никаких по... Да, рычагов в объекте, наверное, нет никаких. Как я понимаю, у нас в стране только центральный банк, он не скользкий, является главным регулятором всех отношений. Не успевает полностью через вопрос отслеживать центральный банк. Если мы, допустим, берем АРБ, это организация, которая полностью занимается регуляцией рынка. Соответственно, конечно, когда там касается вопроса кто-то регламента, именно вы не можете обратиться в АРБ, и что банк сейчас АРБ само решила. Но, к минимуму, АРБ помогает вам правильно решить эти вопросы и обращается за вас к центральному банку. То есть эти вопросы решаются гораздо быстрее. Без АРБ, ситуация, насколько дела, на рынке гораздо хуже. Это я вам говорю, как человек, который работает на рынке уже 10 лет. Соответственно, у меня столько было всяких конфликтов, ситуаций, АРБ эти вопросы решает мгновенно и идеально. Во-вторых, касательно, смотрите, обучения. Вот, смотрите, давайте так, откройте почту сейчас на телефоне. данная почта на компьютере и по поводу Центробанка все же хотел бы сказать, что Центробанк, он регулирует у нас практически от каждого гражданина, ведь у каждого есть свой единый лицевой счет, если он регулирует. мы возьмем дееспособных граждан, взрослых, ну, пускай даже 80 миллионов или даже 100 миллионов у нас в стране, а может быть больше. И если каждого из них, Центробанк, успевает, скажем так, отслеживать все их финансовые операции, все счета в банках, то я думаю, Центробанк и все брокерские также компании отслеживает не хуже, чем АРБ, скажу, даже, наверное, лучше. Да, я с вами согласен. Нет, я просто говорю о том, что АРБ помогает тебе просто, на самом деле, ну, просто рынок работает гораздо лучше. Много интересных инициативы не продвигали, поэтому АРБ в этом плане хороший показатель. Но смотрите, обратите внимание, как я говорил, это международный финансовый брокер. Организация является европейской. Соответственно, мы организованы в Лондоне, в первую очередь компания, и работает не по регламенту Центрального банка, а по регламенту законодательства Великобритании. Сами понимаете, в данной ситуации, в данной связи вам не особо важно, точнее, во-первых, вы не можете через лицевые счета себе открывать ваш брокерский счет. То есть, вы просто ходите на сайт, у вас там личная ячейка, вы его закрепляете с документацией, выполняете счет и работаете. Элементарно, там, первую прибыль заработали за первый месяц, те же, условно говоря, 20%, вы зашли в вкладочку «вывод» и вывели деньги обратно на ту же карту, с которой выполняли себе счет. Общий смысл понятен, а вот эта ячейка, она где расположена? Вот не понял, где она находится. Два варианта. Либо банк из ВСИ, это английский конгломерат, либо же марклайз. В зависимости, просто это случайно. Либо какой-то из этих банков, либо какой-то другой. В любом случае, когда вы заходите на сайт, у вас там внизу написано подтверждение, по какому адресу идет перевод средств, дата исполнения вашего брокерского счета, кто поступает и выживает на лицевой счет организации. Соответственно, когда вы вводите любую прибыль, у вас личная брокерская ячейка, которая сегрегирована от средств компании. Соответственно, ни мы не имеем доступ к вашим негам, ни вы дегам компании. Это то же самое, что в ВТБ у вас там есть элементарно, да, брокерский счет. Вот. Надо вывести прибыль. Зашли, вывели. Все. Ой, знаете, вот такие... Давайте так. Я так понимаю, вы немножко сомневаетесь сейчас и какое-то переживание у вас появилось, правильно? Ну, дело в том, что вот вы сказали, вот Барклайс банк, HCBC банк, но это же банки, не российские, они находятся в Англии, а Англия страна такая... В Англии. Да. Да, ну, смотрите. Давайте так. Как? Я вам сейчас даю один аргумент. Я понимаю, что мы с ними общаемся первый раз по факту, и вы толком меня не знаете. Там, доверие тоже, там, бизнес без доверия не строится, это, разумеется. Поэтому, смотрите, чтобы вы понимали, что к ним можно доверять, откройте, пожалуйста, YouTube. На телефоне. Мне кажется, если откроем... Мы просто посмотрим сводку, А если я открою YouTube, у меня этот разговор не пропадет? Нет, не пропадет. Хорошо. Вы также просто сворачивайте сейчас интернет. Ага. Идите на вот... Как я и говорил, мы в 2013 году вошли в ассоциацию... Сейчас, я вонючу. Вошли в ассоциацию российских банков, а с 2016 года присутствуем на банковских форумах, где выступаем в роли официального брокера, официального спонсора и организации, которая предоставляет аналитику. То, что вы прочитали для себя на инвестинге, да, то, что компания сотрудничает с крупными влиятельными финансовыми структурами, мы с вами найдем еще одно подтверждение сейчас. Открывайте YouTube. А пока открываете, да, что вы хотели спросить? Да, сейчас я открываю. Ну, вот хотел спросить по поводу вот этих иностранных английских банков. Ну, все же, мне кажется, в современной обстановке, такой нестакойной, геополитической, считывая, что Англия, она крайне враждебна относится к России на протяжении, наверное, всей нашей истории. Ну, сомнения вызывают на надежность вот этих английских банков. Вот завтра этот как его. как у них, Борис Джонсон, Борис Джонсон, их пресс, как его, секретарь или как он? А, премьер-министр. Ну, то и ведет против нас всех санкции, против всех русских. Что же тогда будет? Вы видите на YouTube, вы сейчас видите на YouTube, аргументацию мою поймете, почему вам за это не стоит переживать. А что мне набирать в поиске YouTube? Напишите в поиске банковский форум. Так. Банковский форум. Сейчас, секунду, банковский... Банковский форум. Банковский форум в Сочи? Вот этот? Или нет? Да, в Сочи. Да, давайте его. Да, банковский форум в Сочи. у вас сразу выпадет ролик 16-го года. Да. Яков Лившинс, итоги форума в Сочи. Яков Лившинс, наверное, из Хайфы. Так. Да. И что, включить его, да, можно? Открывайте этот ролик и давайте с вами посмотрим. Да, включите и буквально одну минуту внимательно смотрим. На минуте ноль одну поставьте паузу. Окей, понял. Сейчас включаю. Я вот услышал вот одна минута ноль две. Вот Яков Лившинс, я так понимаю, это президент Максималькеса. Да, президент компании. Сами обратили внимание на то, что элементарно. Яков Лившинс присутствует на банковском форуме вместе с Терлирой Набиуллиной, также главой ассоциации региональных банков в России, обсуждают возможность регуляции финансовых рынков. Сами понимаете, да, что нас бы не стали приглашать в роли официального спонсора на организацию, если бы мы были какой-то ненадежной компанией. Правильно. Во-первых. Во-вторых, во-вторых, мы находимся в роли официального спонсора рядом с Московской биржей Супербанком и Астромбанком. Видите на экране у вас? Ой, на экране. Там баннер должен быть у вас на минуте на два. Сейчас я экран разверну. Генеральный спонсор Кубанк Кредит. Давайте. Потом Альфа открытия. Официальные спонсоры, смотрите. Так, я вижу. Там есть Бер. А, вот, я вижу Максим Маркетс между Сбером и Московской биржей. Да, это третья строчка. Да, да. Вижу, вижу. Сами понимаете, организацию, да, опять-таки, не стали приглашать, теперь должны понимать, с какой организацией работает, с кем общаетесь, с кем связали. Да, если так сказать. Вот. Но, если брать серьезно, вопрос касательно ваших счетов, вам переживать не стоит, потому что в данном случае организация представляет вас и представляет, соответственно, брокерскую компанию, бухгалтерскую организацию, которая находится в Лондоне. В случае каких-то проблем, просто-напросто организация берет на себя ответственность и, соответственно, мы просто-напросто что делаем? Если какая-то санкция поступает, закрывается ваш счет, да, и прибыли, выточнили все деньги, которые вы положили, вы будете обратно. Все. Это мы с этой стороны это обязуем, это нормально. То есть, для этого вам страхование предоставляют. Вот элементарно, я вам сейчас скину на почту страховку, или у вас на телефоне другая почта? На телефоне другая почта вы отправляете, с компьютера будет изучить, ну, больше экран, конечно, удобнее на компьютере посмотреть. Я бы просто, смотрите, для меня что-то очень важно. Сегодня последний рабочий день, непосредственно, ну, я имею в виду на этой неделе, да, я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня этот вопрос, в принципе, решили. Какой вопрос? Если вам интересно, то открыть счет, да, если вам интересно, чтобы я поделился с вами какими-то рекомендациями, говорил, говорите, хочу все это изучить, все посмотреть, то я предлагаю, давайте зайдем сегодня вместе в рынок, вы для себя активируете счет, мы его закрепим документально, подготовим, я закреплю для вас страховочку, все эти моменты решу, и в понедельник мы уже, как партнеры, бизнес-партнеры, вместе приступаем к работе, к изучению рынка. Хорошо? То есть, я так понимаю, выходные дни у вас, выходные дни? Ну, как у любого банка, конечно. Ну, а смысл, заработать, если диржа не работает, скажите, пожалуйста. Я вот, когда скачивал книгу, мне показалось, что работа идет 24 на 7, там, тихоокеанская сессия, азиатская, американская. 24 на 5 работают. 24 на 5. Смотрите, наша поддержка, ну, да, смотрите, эти сессии, они касаются именно валютного рынка. Если мы, допустим, берем у нас брокерский рынок, фондовый, точнее, на территории Америки, да, он там, условно говоря, начал работать только 3 часа назад. Вот, соответственно, конечно, сейчас до вечера какую-то еще работу я выполняю, закрываю, мы с клиентами готовим какие-то позиции, ну, мы уже подкрывали, поэтому сейчас, в принципе, до конца вечера вот с вами снова клиенты подбираю себе. Вот, и в данном вопросе, в данной связи, на выходные мы отправляемся отдыхать, оба с вами, вот, и поэтому я предлагаю, чтобы мы как раз этот вопрос решили, все, поэтому в понедельник вы уже будете вместе с вами готовы, я буду готов страховку сделать для вас, все эти вопросы подготовлю. Только, смотрите, мне нужно будет от вас одно понимание того, что, если мы начинаем работать вместе, то, я хотел бы на вас рассчитывать, как на человека разумного с холодной головой, то есть, чтобы рынок, он эта вещь, вместо эмоциональное, да, сами думаете, соответственно, чтобы вы, если мы, детально внедряемся в него, никогда не забывали сохранять холодную голову. Хорошо? Да, холодная голова, горячее сердце и чистые руки, я помню такой девиз. Да, ну, грубо говоря, вы правильно выражаете. Я мог бы на вас рассчитывать в этом плане? Да, почему бы нет? Тогда что, вы сбрасываете вашу информацию, посмотрите, вы на инвестинге, так, вы смотрите, сейчас, я на почту, на компьютер, это потом вы там рассмотрите условия страхования, вот, там на самом деле ничего сложного нет, там страхуется полностью эта сумма, которую вы кладете на свой баланс. Разумеется, это сейчас используется в преддверии всей этой ситуации. Так, у нас сейчас секунд, разговор через 10 секунд закончится, я сейчас вам перезвоню. Прибыли. На типы счета побольше, у вас там комиссия никогда не превышает 0,5% при прибыли и другие комиссии у вас никаких нет, не занимается ничего и так далее. То есть, при выводе прибыли нет комиссии, при выполнении счета нет комиссии, при продаже нет комиссии, только на прибыли. То есть, при заключении сделки у вас у вашего брокера нет комиссии? Вот, это спред, это на валютке. На валютке, а вот при примере покупки акций, вот если мы будем покупать нового, ту же русала, русская сала, сколько там будет комиссии, если она плавающая, она для каждого... Там не будет, там не будет, она зависит от волатильности на рынке, там не будет у вас комиссии при покупке акций, не будет. Ну, очень интересно, я так понимаю, что все брокеры не берут комиссию за сделку, там за покупку. У всех по-разному работают. Я так понимаю, у вас же только опыт работы с одним брокером по факту, да? Опыт не позволится не с одним брокером, но вот я всю неделю читал про наших брокеров русских, вот там вот делают, я кстати выбрал своего брокера, потому что у него минимальная комиссия за сделку, там 5 сотых процента, если я не ошибаюсь. А у вас вообще нету? Да. Это, ну, шикарные условия, я считаю. Она чуть выше, она чуть выше идет от среднего. То есть комиссия от прибыли половина процентов. Комиссия от прибыли, вот это что, вы срабатываете на чем? Это максимум будет половина, это от прибыли у вас взимается комиссия, вы используете нашу платформу, условно говоря, там допустим, МД4, МД5, да? Так. И, соответственно, там у вас при закрытии уже сделки взимается небольшая комиссия с прибыли. Все. Это при закрытии сделки. Она не превышает половины процента. Не превышает, когда зависит от волатильности. Ну, а если сделка была ненужной или, к примеру, в убыток, тогда, соответственно, не будет комиссии? Я так понимаю. Ну, а как она будет? Ну, как она будет? Да, нет ее. Ну, в принципе, не очень. Поэтому мне выгодно, чтобы мы с вами работали вместе в том плане, что я даю вам материал обучающий и эксперты, аналитики. Все наши задачи напрямую дать вам тот сервис обучения, если вы будете зарабатывать для себя наибольшую прибыль. наибольшую прибыль. Потому что наш прямой заработок в компании зависит от вашей прибыли. Только так. Это не кредитная организация, понимаете? Это не то, что мы вам дали кредит, условно говоря, но вы платите проценты. И то же самое, это не банк. Банк абсолютно без разницы, как и где вы торгуете. Главное, чтобы у вас объемы были большие. Чем больше у вас объема, тем больше зарабатывает банк. Потому что вы купите, заплатите комиссию, продадите, заплатите комиссию, будете деньги выводить и заплатите комиссию. Понимаете? на вашем счету, тем больше и вы платите комиссию. Еще, кстати, налоги. Еще же, помимо комиссии, необходимо заплатить налог на доход. А вот с налогом, как у вас налоговом обложено, если вы в Великобритании? Ну, в Агроментарной, если... Мы, смотрите, я вам прямо говорю, то, что если мы, допустим, берем регистрацию организации, соответственно, это идет офшорная зона. То есть мы, как не платим комиссию на территории Российской Федерации. Какой налог? Но вы можете сделать проще для себя лично. То есть если вас интересует выплата по налогам, вы, соответственно, делаете как? Вы берете статистику, заказываете со счета, вам, а мы подготавливаем эту статистику по вашим позициям. Выглядит она просто. Это бумага, где написана история всех сделок, история всех покупок и продаж и какой прибыли они закрываются. Соответственно, вы идете в эту бумагу, введете налоговую, декларируете, платите 13% свой налог. Вы вроде бы сказали, что у вас центральный офис в Великобритании и потом офшорная зона. Вроде бы Соединенное Королевство не относится к офшорной зоне. Это как? Там есть офис, там есть сервис Гринадины. Вы можете зайти на сайт, там есть лицензия от данной. Сейчас, смотрите, стоп, нажмите вверху три половки. Сейчас, секунду. Так, головной окрестан находится в Лондоне. О компании, документы, 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 регистрации. О, оно какое-то максимум, маркет лимитед. А вот... Да, Сент-Витстриненс. Это последняя лицензия 2017 года. А вы разве ежегодно не обновляете? Вот, к примеру, вот не знаю, 5 лет действуют. Да, ну, значит, я спутал. Просто у нас, к примеру, в банках надо наши банковские договора на комплексное обслуживание каждый год обновлять вот январе. Я уже практически все пообновляю. Что-что? Это система зависит. Это система зависит, да. У нас договор, получается, лицензия обновляется в конце этого года. Поняли? Ну, понял. То есть у вас на 5 лет, а у нас уши завис каждый год надо. То есть в октябре этого года, в октябре этого года 18-го у нас будет повторная лицензия, аккредитация идти. Вот. Понятно. Вы для себя каким счетом подобрали, подскажите, пожалуйста, чтобы вы понимали. Вы знаете, я думаю, вот над тем сейчас, сейчас я вернусь к счету, я забыл его информацию. на 10, которые вы хотели. Сейчас я не скажу, информации много, забыл, сейчас я открою, скажу, чтобы не ошибиться. Не ошибиться. Да, конечно. Вот это, да, золотой, кстати. Вот я вот рассчитываю, наверное, начать с него. Начать, да, с него. А вот подскажите, вот с этим золотым счетом. Вот вы, как специалист финансовый, вот сделки, они открываются вот на, скажем так, для покупки акции, скажем, одной компании на всю сумму или как-то... Почему же? Нет, 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 ни в коем случае. Есть такое понятие, как риск-менеджмент, и мы никогда не вкладываем всю сумму в акции на той компании. Это просто абсолютно рискованно. По этой же причине в последнее время очень сильно начали набирать популярность фонды и, как ее называют, слово, взрывы литого индекса, да? Почему? Потому что здесь, когда вы заходите в какой-то фонд, у вас сразу там покупается 10-50 акций, и вы уже на этом хорошо зарабатываете, потому что если какая-то другие 9, они будут приносить прибыль. Соответственно, мы с вами используем схожую систему, это торговля по риск-менеджменту. Где у вас есть в этом балансе будет 10 тысяч долларов, то мы можем использовать с вами порядка 5% в одну акцию, 5% в другую, где-то 10% использую для валютных пар и так далее, и так далее, и так далее. Счет мы неударно построим под вас, в зависимости от ваших потребностей, от знаний, и будем от этого отсталкиваться. Поэтому я до начала и говорил, чтобы я до себя именно с минимума зашли, поработали, хотя бы буквально 3-4 дня вместе с экспертом, подобрали счет вместе, а потом уже решили на 5 тысяч долларов выполняться, либо на 10 и так далее. Понятно? Я понимаю, что дело в том, что... С минимумом это просто проходной этап. Дело в том, что у меня, как он сказал, основной этот счет в Элистинском банке, и банк он небольшой, региональный, в Каймыки, вот республика Каймыки, у нас неподалеку, и у него как такового онлайн-продажа нет, то есть мне необходимо... Я хожу в офис, отделение наше ростовское, и снимаю, ну, с кассы получаю деньги. И, скажем так, мне нужно прийти за 5-100 долларов, потом через... Вот вы просто понедельник можете сделать. Да, да. Я планирую сразу вот этот червенец, грубо говоря, потому что 500 сейчас сниму, потом через неделю опять туда идти. Там график работы не такой удобный. Там с 10 до 16 они работают. Мне надо это определять в рабочее время. Смотрите, мне что нужно от вас? Так. В каком случае? Если мы с вами договорились о сотрудничестве, тогда в таком случае как сделать? Смотрите, мне важно, чтобы вы сами сейчас за счет закрепили. Объясняю почему. Потому что у меня очень много будет работать документальный. Поэтому я эту работу завершу, условно говоря, сегодня, в понедельник утром, и вы уже там я передам вас личному аналитику, вы либо у меня в группе будете работать. Это все зависит непосредственно от того, как компания распределит по свободу времени у личных экспертов. Сами понимаете, это от меня зависит. Вот. И, соответственно, в такой ситуации мы уже с вами прошли первый проходной этап, у вас есть готовый счет, документы закреплены, и все, мы можем продолжать с вами работу. Подождите, готовый счет, это что значит? Если пока не открывал счет. Готовый счет, я имею в виду в том плане, что у вас есть ИКС, это если вы пополняете сейчас его на пяток. Поняли? Вот. То есть, я сейчас объясню, как это можно сделать. Это элементарно значит что? Что, соответственно, для вас подготовлены все сервисы. Это предоставление обучающего материала, также я закрепляю место на подписку, на видеокурсы, на вебинары, на все это, чтобы у вас это было, чтобы это в случае чего могли этим воспользоваться. И не было, знаете, вот этого вот, этой спешки, когда вы не знаете толком, куда идти, куда смотреть и так далее. Поняли? Вроде бы да. Ну, я так понимаю, счет у меня уже есть, да? У вас есть аккаунт, да, сейчас. Счет также готов. Вы сейчас можете пополнить его. Каким образом делать? Чтобы мы с вами, в принципе, пришли к какому-то микроконсенсусу, чтобы этот простой этап вы подтягивали, вы подскажите, вы сказали, что у вас есть закопительные счета в ВТБ и где-то в других банках, правильно? Двери у вас закопительные. Ну, я вам сказал, у меня в долларах Элистинский банк. Все в нем? Все в нем? Стесняюсь сказать, да, я не очень к нашей, к сожалению, к валюте. Вы помните, городок была передача, юмористическая, и там был такой, вот там был сюжет, как олейников, состояло, вроде купчов русских, покупали что-то у индейцев. И те там продают им шкурки, а те им достают пачки и пачки рублей. И индейец говорит, что это? Это наши там деревянные. И индейец говорит, не говорит, давай лучше бусы. Поэтому я, ну, я к долларам склоняюсь. Нет, я другое имею в виду. Да. Словно говоря, и понятное дело, что в основном все склады у вас долларов. Ну, я имею в виду, какая-то там, условно говоря, минимальная там сумма, вот, не знаю, там те же 50-60 тысяч рублей. В любом случае, на каком-то банке у вас сейчас есть. Мне просто максимально было комфортно, если бы мы сейчас этот вопрос решили, потому что уже пол, нет, уже 9 часов практически. Вот. То есть я бы не хотел этот вопрос с документами переносить на понедельник. Ну, к сожалению, я на этой неделе то, что было в рублях, я закинул в ВТБ, чтобы доллары не трогать. Я, в принципе, все то и выберег, там, если что-то остается на счетах. Ну, там, единственное, чтобы они заклились, что-то там какие-то там 10 рублей там или там 15 рублей, ну, что-то в этом роде. Надо даже проверять. А может, где-то вообще по нулям. Как-то так. Посмотрите, приложение Сбер, посмотрите, что у вас на Сбере есть. На Сбере у меня не было накопительного счета. Ну, на как-то на счет Сбера, там, там, 3,5 процента. В ВТБ у меня счета накопительного и не было. Я выбираю по максимальному проценту, а их дают, и правило, небольшие банки. Да нет, у меня, наверное, Поум-кредит. Посмотрите, по банкам, где у вас какая сумма есть. Просто сориентируйте меня, чтобы я понимал. Ну, хорошо, сейчас. Соберите приложение. Ну, сейчас я подоглубусь. Нескоприложение то у меня есть. Нескоприложение есть. Сейчас вам скажу, подождите. Алло? Да. Ну, вынужден вас разочаровать. Я же рассчитывал, что хоть в ПНХ, по полоске, наверное, хозяйственной, но и там я тоже все выгрыб, только 10 рублей оставил на счете. А в этой вальсе и в убрире подчистую выгреб. В общем, сейчас я... Почему это с накопителем? Да, в общем, мне кажется, что сейчас я нещий. Ну, как нещий, не нещий, но в плане мобильного, мобильности нещий, скажем так. А подскажите, Владислав, такой вопрос. А вот я как понедельник пойду, Валестинский банк наш, а если у меня счет есть, у меня есть все вот эти необходимые данные, может быть, я переведу с банка, прямо с кассы на свой счет. Вы имеете в виду, хотите сделать банковский перевод? Ну, да. Можно, конечно, можно, я могу вам даже инквизиты отправить, только один нюанс, я вам скажу, это будет процесс 3 дня, надо оно время тратить на это? 2-3? Минимум 3 дня, минимум, а то и неделю. кто и неделю. Ну? Вы сами понимаете, что такое банковский перевод? Одно дело, даже если по России делать, у нас по России они идут 3-4 дня. Да? Да нет, вроде бы, да нет, вроде бы, у нас банк, он буквально моментальный, насколько я знаю, система быстрых платежей, там все завязано на 1-1-1 счете, а хотя это же будет, как же вы говорите, Barclays Bank, ну, может быть. Соответственно, у вас, ну, я прямо говорю, у меня клиент буквально пару месяцев назад, я таким вообще редко пользуюсь, и проще, это просто, вы находите, у вас на карте есть сумма, условно говоря, там, допустим, на том же Райфайзене банк, либо на ВТБ, и вы просто парой транзакций выполняете себе счет, и все, там, одной, двумя, или тремя, в зависимости от ваших ограничений по карте и лимитов, поняли? Про Райфайзене я даже не подскажу по лимитам, никогда я не задавался вопросом, по такой шине, ну, не знаю, банк же все-таки немецкий, я думаю, вроде там есть лимиты. Ну, 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 давайте мы сейчас с вами зайдем на депозит, я вам покажу, как работает вопрос пополнения, ничего страшного, что у вас карты пустые, просто элементарно саму схему пополнения поймете на практике, вот, и понедельник, мы, конечно, вопрос завершим. То есть, мы это пополнение там видно, выводишь все вот эти четыре блока по четыре цифры, электронную подпись и все такое. Вы знаете, что мне пришло в голову? Вот у вас клиент тут куда? На DarkLancer или на HBC переводил? На HBC. На HBC. А вот есть разница, что будет быстрее или нет? Нет, разница. Знаете, что предлагаю? Вот вы мне на почту сбросите же документы, вот это по тарифному плану, по политическому соглашению и сбросьте, пожалуйста, реквизиты, вот, или DarkLancer или HBC. Я, знаете, как хотел, хочу сделать, в принципе, если уж задуматься, то, может быть, вот я сниму 10 и переведу в банки непосредственно, а еще десятку я десятку сниму и положу на тот же Arrive, чтобы потом перевести. Ну, пускай те банковским переводом будут уйти больше, но они же все равно в итоге придут. Ну, пускай там будет, ну, сумма у меня больше, значит, у меня будет просто другой вид счета. Хорошо, но я сейчас вам не дам эти реквизиты никак. То есть, даже в понедельник я буду готовить их, мне надо делать запрос финансового отдела, и там уже непосредственно в понедельник вечером они будут готовы. Хорошо? Ну, если в понедельник вечером, то, соответственно, я только, во втором тогда пойду в банк. Вам проще, я говорю, даю рекомендации своей стороны, проще пойти в банк, снять элементарно, положить на карту на ВТБ, либо же на Arrive, и там уже проводить для себя эти транзакции, операции. Все. С переводом, ну, это лишняя морока. Извините за мой французский, лишняя морока. Соответственно, не вижу смысла в этом никакого, ни для вас, ни для организации. Мне не выгодно. А почему? Чтобы волновались, переживали, ну, потому что вы будете волноваться, переживаться, какие-то вопросы, все это лишняя морока. Поймите, правильно, есть отложенный формат, ну, сами подумайте, компания на рынке 13 лет, 14-й год пошел. У нас это уже все, знаете, велосипед изобретен. Нам его переизобретать надо. Я вам сейчас на почту отправлю услуги по услугам VIP от компании, то, что вы будете для себя получать. И, соответственно, там уже непосредственно понедельник я вас жду. И вот это пользовательское соглашение мне, мне поделится соглашение. Разумеется. И тогда по банку, вот вы говорите, реквизитов только будут в понедельник, ну, заявление в банк какое-то. Или вот наши с банком будут отношения по странам. Это все проще делается, это все делается проще. У вас идет ваш счет, который идет в компании, вы, соответственно, в любое время пополнили. Это, знаете, у вас как оплата в интернете идет. Условно говоря, вы совершили оплату, вам элементарно, а деньги поступают. Вот вы Киви кошельком пользовались раньше когда-нибудь, нет? Киви нет, пользовался этим веб-мани. Веб-мани когда-то. Веб-мани. Вот. Вы, если на веб-мани переводите деньги, у вас в банке отображается, по крайней мере, на данный момент, как оплата в интернете. Оплата веб-мани. То есть, вы оплачиваете, условно говоря, деньги на веб-мани и потом уже переводите. Соответственно, если надо так же обратно выводить, вам банк так же, точнее, веб-мани обратно так же выводит на карту. Здесь ситуация аналогичная. И все. То есть, поэтому тут придумывать, ничего не надо, давайте с вами сделаем проще. на самом деле. Так, извиняюсь, я нас, извиняюсь, я перебью. Это значит, будет как платеж в интернете проходить? Вот как, верно, по карте. Да, по карте. Да, да, да. Ой, а платеж, а как был платеж HBC банку? Ну, разумеется. У нас идет процесс, через него поступает средство на вашей брокерстве. Вы это опробуйте моментально, вы это увидите. Смотрите, там вопрос как такой. Сейчас, минутку. Я думаю. Подскажите, пожалуйста, чтобы я понимал, чтобы мы с вами сегодня проходу этап все-таки постарались закончить, у вас какой вариант может быть? Может быть, не знаю, вы там, вы сами живете или супругой? Ну, нет, сам, сам я пока пока холост. Сами живете? Да. Сами живете, пока холост. Я понял. Хорошо. В таком случае, заориентируйте, пожалуйста, вы пользуетесь какими-то кредитными, короче, есть ли у вас какие-то кредитные карты, просто кредитные карты, на которые вы в понедельник закинете обратно 500 долларов? Так я уже говорил, что кредитные я к ним категорически не приемлю. Только надо, если открывать, если только открывать, но зачем открывать, у меня куча... Вы имени пользовались никогда. Да, у меня куча дебетовок там, я говорю, чтоб 20. Просто надо пополнить, ну, поджираю. Ну, хорошо, все, тогда я вас ферментарно запишу на понедельник, во сколько по времени, Тарас, ориентируйте, чтобы вы были готовы? Ну, вот мы с Артемом когда разговаривали, работа в основном, ну, раньше восьми, я дома не появляюсь, вот только пятница, пятница вот до семи. Вот выходные дни, вот я свободен, и вроде бы Артем сказал, что выходные дни он тоже свободен. У вас нету дежурных специалистов, так сказать? Например, у нас на работе есть дежурные специалисты всегда? Конечно, есть. Мне просто интересует, ну, а вы все ориентируйте, пожалуйста, вы все равно завтра не сможете себе пополнить счет, что мы сейчас с вами обсуждали. Ну да, да, надо же тебе в Алистинский этот банк в ДБТ там снимать. Вот, поэтому вы сориентируйте, во сколько вы сможете в банк подъехать? Ну, в банк я вернусь во время обеденного перерыва, но дома буду, я говорю, опять-таки, вечером раньше восьми. Все, хорошо, в таком случае обеденный перерыв у вас ориентируйте. У вас московское время, правильно? А, ну да, разумно, московское. Да, там, московское. Обеденный перерыв у вас в 12-й час, да? Нет, у нас час до двух где-то. Час до двух. Ну, так, подождите, а у меня сколько будет? Ладно, в понедельник я там до себя построил нибудь перерыв. Смотрите, я как раз во время перерыва смогу вам зеркнуть и сориентировать вам как просто проще это сделать. Смотрите, объясню, вы приедете вечером домой, условно говоря, у нас там будет какая-то сумма на карте, да, это тоже червонец. Соответственно, но при этом нам же не нужно в любом случае будет делать проходной этап. В любом случае. Первое пополнение всегда идет на 500 долларов. Даже если клиент работает с 5000, первая транзакция всегда пяток. Всегда. Вот, если человек пополняет, у меня есть сейчас клиент, который работает с 600 тысяч долларов, у нее на балансе. Но наставишься она выполняла себе счеты 100 тысяч. Она так же выполнялась. Это вот это врач, то, что вы говорили? Нейрохирург? Не-не-не-не-не. Это она в рублях зашла 100 тысяч. А, в рублях. Она вчера буквально выполнила. А это клиент у меня с октября месяца на балансе. Она наторговала себе порядком 30 тысяч. И у нее на балансе сейчас 100 своих ложных плюс 30 было наторговано. Ну, неплохо, октябрь, октябрь, наярб, декабрь. Ну, 3 месяца округлим. 30 тысяч, 10 тысяч в каждый месяц. Ну, это получается... Она не сразу сотку вложила. Не сразу. То есть у нее поначалу было там порядком 30 на лицу ее лично. Вот. Да, и потом она уже докладывала потихоньку. То есть она тоже делала операции, как вы. Первый раз она тоже червонец положила. Она так же с карты приводила, с Айфайзена? Не, у нее ВТБ был. У нее был Сбер Маэстро карточка, у нас Маэстро не проходит и карты Мир. Она себе перевела на ВТБ и мы дополнили счет через ВТБ. И все. Ясно. Вы можете либо на Райфайзен, вам куда удобнее положить, на ВТБ или на Райфайзен? Да, я говорю, у меня карта еще не Мир, Наталья, и Альха есть, и ПНХ банк. Нет, тут я вам говорю, ВТБ либо Райфайзен, либо-либо. Так, либо-либо. Ну, точно не могу сказать. Вот такой, скажем, банкомат попадется быстрее. Я сейчас не сориентируюсь, какой банкомат будет ближе. Райфайзен, у меня Хабин офис, ВТБ побольше. Да, согласен. Хорошо, тогда просто-напросто закините себе на карту, которая попадется. Я вас объеденный перерыв наберу, мы с вами проведем 500 долларов, я отправлюсь делать документы для вас, а вечером вы уже свяжетесь и наполните на полную сумму, если для вас есть вопрос. Ну, да, вечером наполните на полную сумму после работы. Ну, в обеденный перерыв боюсь не успеть, мне надо только будет доехать до банка, снять его. Я планирую это вечером пополнить. терминал это работает круглосуточно, в общем дело. А, ну да. Ну, вот этот же ЛГБТ-банк, он у нас в пригороде, в Оксай, грубо говоря, где вы из Калмуки, вот там они и открыли свое небольшое отделение. Там я не сориентируюсь с банкоматом. По центру бюро, да, я знаю банкоматы и РАЛФа, и ВТБ. Хорошо, смотрите, тогда так сделаем. Я набираю вас, условно говоря, за 10 минут до перерыва, то есть у вас сейчас в двух, я наберу там в 13.40, в 13.50. Я услышу, как у вас дела, и мы либо на вечер перенесемся, либо проходной этап делаем днем. Ну, огромная просьба и ремендация с стороны, чтобы проходной этап закончили днем, чтобы вечером уже полностью была подготовлена работа с моей стороны и сервис для вас я закрепил. Хорошо? Хорошо, ну вот наберите где-то в 12.40, не позже, потому что у нас, как я вам сказал... 12.40 или в 13.40? 12.40. Дело в том, что у нас организация, скажем так, закрытая, типа там сложности с входом-выходом там свой пропускной режим. То есть, надо заранее собраться пройти-выйти. Вот в чем дело. Так у вас перерыв будет с 12.00, правильно? Нет, перерыв с 13.00 до 14.00, а вот созвониться где-то в 12.40. Пропускной режим у вас непростой, непростой. Все, да, ладно, я понял, Тарас. Тогда жмем друг другу руки и в понедельник в 12.40 ровно я вам звоню. Да, и подскажите на почту, напомните еще раз, что сбросите мне. Уже отправил услуги для вас как клиента и пользу соглашения. Так, и соглашения, и соглашения. не знаю, может быть какая-то... Вы там еще элементарно вы увидите для себя в интернете сейчас уже или что? Нет, нет, еще телефоном разговариваю с вами. Вот, и там я же на почту отправил, которая mail.ru destroyer 89. Да, да, это моя почта, от Артема я получил письмо. Вот, и на нее еще отправил свои позиции, свои сделки за декабрь, за то, чтобы понимали статистику насчет прибыльности. Вот, вот я... Статистику за декабрь и за январь. Вот я вот это хотел попросить, вот если затруднить, может быть, за год у вас есть, за прошлый? Ой, это слишком заморочено. Я могу, конечно, постараться собрать статистику, но это будет сложно. Ну, если вас затруднить, как раз выходные, я бы с удовольствием изучил бы за год, потому что, ну, декабрь, я назвал, как бы, небольшой временной промежуток, а год, это уже, ну, целый календарный год. Можно уже судить. Погласен с вами. Я постараюсь подобрать для вас сейчас, ну, можно так сделать, смотрите, сейчас. Смотрите, да, я постараюсь подобрать для вас что-нибудь и скину либо завтра на почту вам отправлю, либо в понедельник утречком. Ох, хорошо, хорошо. Ну, я как раз за вот эти выходные почитаю все, ознакомлюсь, с сайтом ознакомлюсь подробно, что там, как, откуда и почему. Ну, я бы подскажите, я точно вас рассчитываю, правильно понимаю? Ну, вот как вы озвучили, если вот эти условия, ну, они действительно таковы, ну, я, в принципе, в этом не сомневаюсь, все-таки с 2008 года. Работает ваша компания. Ну, 20-30% в месяц, ну, это просто, ну, шикарно. Все, давайте тогда отталкиваться от этого и в одном руке в понедельник 12.40. А, вот знаете, я еще что-то слышал, что вот банки, вот, что банки, вот, они так же вот торгуют и имеют такую же доходность, просто вот не допускают вот физлить для подобной торговли. Ну, а, если тебе скажу, а как вы думаете, откуда берется доходность у вас по вкладам? Если мы, допустим, берем некоторые банки, которые дают, я сейчас точно не назову, я знаю, что есть некоторые банки, которые дают порядка 3-4% валюте доходности за год. Сами понимаете, это берется тоже не из пустоты. Если мы берем Сбербанк, он вообще в этом плане мягчика, а в нынешнем, потому что он по рублю дает 3-2%. Да, там 3,5% максимум Сбербанка, а по валюте таких, не слышал, я же говорю, вот в ЛГБТ нашел, там у них максимум 0,75% за ИП, это от суммы, а так у них 0,25%, 0,5%, 3,4%, ну это тоже было бы, да, шикарно. Поэтому это, ну, это копеечное. Они, ну, как и делают, что они делают с деньгами, которые вкладываются в банк. Соответственно, они либо выдают кредиты, и там процентные ставки, сами понимаете, тот же Сбербанк, который выдаёт вклад 3,5%, кредит выдаёт под 11,9%. Да? Да, это вы преуменьшили там 13,9%, 16,9%, и больше. Мы сегодня с клиентом смотрели, у него было, по-моему, 11,9%, стандарты кредит на любые цели. Да, по-моему, больше. Ну, я тоже, из кредита, я не знаю, они у каждого по-разному, да, там всякие разные кредиты есть. Вот, и соответственно, тоже, понимаете, то есть 4, там 7%, 20% мелкие расчёты, грубо говоря, с чистыми 7% банк зарабатывает. Дальше ситуация тоже самое на рынке, они по факту и имеют. Они так же торгуют на бирже, они так же используют для себя активы, облигации и так далее. Поэтому доходность в среднем, ну, 15% это минимум, который вы можете для себя спокойно получать. Главное, действовать спокойно, без нервов. Я вот это тоже услышал, вот хотел проверить и сказать, задавить вопрос специалистов. Ну, конечно, да, я разочариваю в банках, да. Ну, это нормально. На самом деле, как бы объяснить, в этом нет ничего такого. Люди, кто держит банк? Банкиры, кто такие банкиры сейчас? Это люди, которые очень долгое время были богатейшими, по факту, те же Ротшильды, да. Сами понимаете, такая богатейшая семья, она ни в коем случае уже не будет иначе жить. Поэтому ФРС, тот же самый, условно говоря, это просто огромная организация по печатанию доллара. И она печатает и печатает и печатает. Она дает деньги под проценты Америки, Американским коммерческим банкам, Европейским и так далее. Поэтому сами понимаете, если деньги, делают деньги. Чем больше денег, тем же дней люди становятся. А российским банкам тоже дают нашим, русским банкам? Тоже Ротшильды выходят? Мало у нас олигархов, что ли? У нас олигархов больше, чем в мире. Наверное. Я такую четкую статистику не знаю, прям на 100%. Но я думаю, у нас олигархов очень немало. Которые работают очень много. А мне кажется, вот все олигархов Ротшильды вы сказали. Вот Березовский, Гусинский, Коколовейский, все это они оттуда, из Хайфы. Ну, по факту, кто называет благотешие люди в мире? Это евреи. Ладно. Смотрите, время уже позднее. Вы меня извините, что я разговор так прерываю. Да, да, я полностью с вами согласен. Ну, там, как раз, в Москве сейчас и пробок нет, и все разъехались, там, кто на дачах, кто там, куда. Я сейчас вызову, я вас сейчас вызову, буквально через, немножко буду скоро дома. Вы на такси метро не пользуетесь? Нет, метро не пользуюсь давно уже. А такси у нас, а какое такси? Яндекс, выбор. У нас Яндекс больше популярен. Я, ну, Яндекс я заказывал, а так, а Uber это, это тоже. Я, пожалуй, давно Uber. Да, я думал разное, у меня два предложения, Яндекс, Uber. Там есть какой-то сервис, там какой-то сервис, что от Майл.ру, группы есть какой-то, ВКонтакте, он ни разу не пользовался, и он не особо интересует. Ладно, все, давайте, раз, при этом, раз, знакомиться. Да, взаимно, взаимно. Да, до понедельника. Хороших выходных. Спасибо, Залимна, всего доброго. Алло. Да, алло. Тарас. Да, слушаю. Доброе утро. Доброе. И уже добрый день, скорее. Как ваши дела? Как выходные прошли? О, выходные, отлично. Все хорошо, все в порядке. Это хорошо, когда-то ездили отдохнуть, что ли? Нет, нет, изучал информацию про финансовые рынки. А тут снегопад. Отлично. Снегопад, куда ездить-то? Погода нелетная. Я, ага, я понял. Хорошо вас. Ну, смотрите, Тарас, что-то новое для себя интересное изучили? Да, ну, что-то изучил, все как бы знать невозможно, но что-то изучил, конечно. согласен. Да, ну, вы смотрите, как договаривались, в принципе, я так понимаю, мы с вами сегодня будем готовы работать, правильно? Работать, что делать надо? Что делать? Что? Работать, работать, что делать? Ну, непосредственно, я, во-первых, вижу ваше письмо, потому что, у меня на почту по поводу... Да, читал же документы, ваше читал. Вот, я отправил вам тоже под утверждением в тарифах отправил. Ага. Сейчас, секунду. Минуту, простите, пожалуйста. Да, все. Вот, и непосредственно, что? Мы с вами сегодня договаривались, сегодня идем по проходной этап, это дополнение на 500, и потом вечером уже дополнится до полного суммы до золотого тарифа. Да я сразу, сразу буду что-то растягивать. Там просто, смотрите, чтобы вы понимали, есть небольшое ограничение у каждого банка на транзакции. Вот вы сориентируете, вы, понимаете, денежку уже съесть и сняли, правильно? Нет, я только собираюсь, у меня сейчас в обед. Я понял, хорошо. А в таком случае, во сколько нам с вами делать, как сориентируете по связи, как нам поступить с вами? Время? Во 20 часов. У нас работа стандартная. Еще раз, сколько? 20 часов, 20 часов, до 20 я на работе добираюсь. 20 часов в Москве. Да. Ага. Все, то есть вы полностью будете готовы, вы денежку, получается, себе на ВТБ или на Райфайзен положите? Я сейчас поеду в ЛГБТ, банк сниму, какой у меня банкомат будет по пути быстрее, потому что это надо ехать в Аксай. Какой банкомат первый попадется, тот и пополню. Райфайзен, я вот знаю, отделение одно, центральное только из города, а ВТБ их больше, поэтому, наверное, на ВТБ попадется. Их, ну, много отделений в городе. Я понял. Хорошо, вопрос вам такого характера. Вы сейчас будете сразу снимать сумму, а у вас будет, получается, в долларах, правильно? Ну, у меня, да. А у вас, получается, нужно будет в рубли переводить, да? Так что снимать надо, в рублях или в долларах? У меня, ну, в долларовый счет. Если у вас есть долларовый счет, ВТБ, долларовая карта, А, нет, такого нет. Можно на доллары выплатить? У меня в рублевые. Получается, в рубли. Получается, в кассе вам нужно будет снять, чтобы в рублях вам выдали сумму. Хорошо, хорошо, тогда скажу в рублях, чтобы выдавали. Да, все, давайте, я, получается, сегодня записываю на 20.00. Да, да, жду звонка, как говорится, на связи. Жду к этому времени, да, Тарас. Доброго дня. А, слушай, у меня вопрос такого характера, меня немножко сегодня смутило. Вот я сегодня утром прихожу на почту, ой, на работу, а у меня письмо от Александра, точнее, ваша почта подписана на Александр. Это почему так? А, ну, это, может, с работы, у нас почта-то общая. Я понял, все, окей, хорошо, давайте так, к 8.00. Доброго дня. Всего хорошего, доброго дня. О, вот это обычный номер. Я не знаю, это бывают какие-то глюки в IP-телефонии, а на поэтому мысляет такая плохая. А, у вас IP-телефония. Ну, пока вы не клиент компании, конечно. Интересно. Хорошо, смотрите, вы меня сориентируете насчет чего. Первая цифра номера вашей карты, это пятерка или четверка? Пятерка, именно. Пятерка, мастер-кар, да? Да. вы за компьютер присели, правильно? Да нет, еще не садился, а что там в компьютерке? А, ну, готовимся, в принципе, приступать к работе. Правильно. Я тут, соответственно, на работе, в принципе, задержался до вас. А, как вообще день ваш прошел? Вы знаете, начался, все хорошо, закончился не очень. Все началось с того, что в банке мне 10 тысяч не дали снять, сказали, надо заранее заказывать. я снял только 4 тысячи, это 309, 440 рублей у меня вышло по курсу. 70, 736 долларов у них было. Положили? 737, я понял. Положил. 30 тысяч рублей на ВТБ. 309, 440 я положил на ВТБ. Смотрите, вот выхожу с работы, мне название последний рабочий час с какого-то московского номера звонили, я сбрасывал, не успокаиваются, звонят, звонят, поднимают, звонят, говорят, это служба безопасности ВТБ банка, у вас замечены помогрительные транзакции. Я говорю, да, вы что, фонарели, я на ВТБ денег то не храню, только у меня, ИИС. Я вообще сперва, честно говоря, подумал, что это мошенники звонят по телефону, вот с Сбербанка часто звонят. Ну, можно, но ВТБ звонить номера тысячи? Не, не тысячи, это московский номер. Ну, я им прямо сказал, я вам, ну, не верю, что вы с ВТБ служили безопасностью, но они меня соединили с сотрудником правоохранительных органов вот с нашего главного управления. Это был замначальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Я проверил, он действительно есть на сайте и номер телефона, с которого он звонил, тоже соответствовал сайту. Говорит, надо выполнять действия, которые говорят сотрудник банка, он несет полную финансовую и уголовную ответственность и отдал голосовое подтверждение, что буду выполнять все действия сотрудника банка. В общем, я деньги свои, грубо говоря, спас. У них выдал банкомат смеченными купюрами, я их положил на счет трезинционных банки-партнеров, в Киви-банке. А завтра вот я пойду, в ВТБ их получу, получу свои обновленные данные, защищенные. И как раз дополучу еще в Рустинском банке 6 тысяч ЖД-сниму заказал на завтра. Представляете, говоришь, что это, это, мошенники в банке работают. Вот я такого никогда не буду подозревать, что именно в банке они будут воровать деньги. Я думаю, от ВТБ надо отказаться. Что вы спрашивали? Еще раз, я не понял, где у вас средства? Объясните, что в Мишинос? Именно в Франции. Вы положили деньги на Киви-банк себе? Нет, я же говорю, по моему счету на ВТБ мошенники, которые сотрудники проводили мошенничественные транзакции, хотели у меня украсть деньги. Но в безопасности банка обратила внимание и приостановила. Мои денежные средства были перенесены на транзакционный счет. Я получил в терминале мельчинные купюры, ну, в сумме 309 тысяч 400 рублей. 40 рублей мне снять не удалось, потому что нет таких купюр. И я их отправил, так как это деньги банка, на транзакционный этот счет. А завтра получу свои деньги. ВТБ пойду. Как раз проснулся с работы, вечером, чтобы не поздно, служил ВТБ и как раз получил еще 6 тысяч долларов с ним. Какой там завтра будет курс служить? А вы не уверены, что вас не разверли? Как это? Со мной служил сажен сотрудник предприятия в ВТБ и переводили куда-то деньги. Ну да, я снял в терминале ВТБ банка, чтобы мошенники, которые работают в банке, не могли украсть в младенедельные средства и положил их на защищенную транзакционную ячейку банки паркмория это Киви Банк. То есть у вас получается на Киви счете на ваш находится 39 тысяч рублей. Нет, у меня Киви счета нету. Вы на чьи-то другой левый Киви кошелек положили 4 тысячи долларов. Нет, это не левый кошелек. И 4 тысячи 300 тысяч 400 рублей. Это защищенная транзакционная ячейка банка. А почему вы эти развели? Со мной группу связался полковник полиции. Его зовут тоже Тарас Гайко. Я посмотрел на сайте нашем областном. Вот есть такой Тарас Гайко. Фамилия Гайко. Откройте сайт ГУ МВД России по Ростовской области управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Это замначальника управления мне позвонил. Говорит, крупную сумму пытаются украсть и танковские работники. И звонил вот с телефона, который указан на сайте, там, городского нашего. Там 863-240-449, по-моему. И по Тарас Викторович? Да, да, вот Тарас Викторович, по-моему. Ну, вместе 40, 44-49, что-то такое. Ну, я на сайте смотрел, вот такой же он говорит, зайдите на сайт, посмотрите. Я зашел, посмотрел, все верно. секунду. 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 Я просто, честно говоря, первый раз вижу сайт 61-мвд.рф. Это официальный сайт, главное управление МВД России по Ростовской области. Я понял, она минутка еще, тогда сделаем проще. Зайдите на сайт, удостоверьте, что Сана говорит сотрудник полиции. Вот я зашел, удостоверился. Я так удивился, что еще мои тезки. У меня тоже достаточно редкая, а там тоже работает Тарас. Владислав, а вот пока, да, вот вопрос, вы помните, мне с пятницей говорили, что у вас есть офис в этом, в Израиле, а у меня там знакомый еще в Хайфе живет. А вот как-то странно, я вот читал вот предупреждение о риске, там написано, что вы не работаете на территории Израиля. Как у вас там может быть офис? Ну я же говорил вам, я же вам говорил, отдельный, там идет офис отдельный. Они делают как отдельная компания, они работают на территории Израиля там самостоятельно. А то я так думал, как будто... я не работаю с Израилем, именно я не работаю, у меня нет клиентов в Израиле. А то кто-то другой работает, другая фирма, что ли? Ну, грубо говоря, да. А то, знаете, я так думал, вот как у нас есть русала, и чтобы они тоже открыли офис в Израиле, зачем? Там же свинину не едят, подумал, какой-то это, нюансенс. Я вас понял, Тарас, в принципе, давайте как-то мы сделаем. Ну, у вас получается карта в АТБ сегодня пустая, я правильно понимаю? Да, да, я спереду, защищу на трагционную лечейку. Хорошо, в таком случае, завтра я вас в войско наберу ориентировочно. Вот, если будете готовы, то предупреждаем. Если нет, завтра можно набрать раньше, потому что я планирую с работой проситься и это все разрешить, думать, что все. А вот у меня несколько вопросов возникло пользовательское соглашение о предупреждении о рисках. Вот, смотрите, я вот читаю, что предупреждение о рисках, что оно является действительным, если на них присутствует подпись надлежащим образом уполномоченного представителя компании с печатью компании. А вот на подпись соглашения я не понимаю, кто его подписал. Что вы именно не понимаете? Ну, вот вы прислали мне пользовательское соглашение Максим Аркетс и на последней странице вот директор юридического отдела и какие-то стоят автограф. А кто это директор юридического отдела? Он подпись стоит, Ну, а у него сейчас скажу. Это Стивен Барнеу. Нет. Нет. Вы говорите на пользовательском соглашении? Именно. Да, на пользовательском соглашении. Вот подпись и печать. Максимаркет ЛТД печать такая стоит. Да, сейчас, одну минуту я вам скажу. Так, ну, смотрите, непосредственно стоит подпись юридического директора. Все зависит непосредственно от того региона, с которым мы работаем. Соответственно, в данной ситуации у вас будет подпись вашего финансового непосредственно эксперта, с которым вы работаете. То есть, соответственно, у вас эта подпись будет вылюдить иначе. Здесь, это факт, просто пример. А, это пример. А еще написано предупреждение о рисках, что он должен быть надлежащим образом и полномочен. То есть, я так понимаю, не должна быть доверенность от Якова лишиться, что ему доверяют подписывать договора. Ну, непосредственно это выглядит совершенно ему просто договор, он с компанией, да, и все. То есть, это будет как я работаю с компанией. Ну, это будет договор с компанией, он работает, у него непосредственно есть полномоченство моей компании, Максимаркет. Вот, должна быть доверенность. Вот, к примеру, я в банке, когда открываю счет, вот в договоре всегда написано, что заключаю я, там, Тарас Иванов и там, менеджер такая-то, которая действует на основании доверенности. Вот, доверенность, мне тут уже нужна же, уходит. Ну, конечно. А иначе договор будет считаться недействительным, написано же в ваших документах. Да, будет доверенность, разумеется. Ой, а что будет, я не понял. Ну, менеджер, который с вами работать, который, с которым, вот, есть эти договоры, разумеется, будет доверенность, будет непосредственно директор организации данной ситуации, если вас интересует именно этот вопрос. Это от Якова Лившица? Если вы это спрашивали, ну, кто у нас директор компании? Да. Ну, на самом деле, там написано Стивен Барлоу, председатель управления. А Якова Лившица написано. Холдинга, верно, холдинга. Все правильно. Это кто, Стивен Барлоу? Да, верно. А подскажите, что вопрос такого характера? Да. Сейчас, секунду. Лапос, Тарас, а вы, как называется YouTube-канал, подскажите, пожалуйста. Какой канал? Ваш. У меня нет канала. У меня нет канала. Вы не записываете, ни ролики, ничего такого? Нет, я не увлекаюсь. YouTube-канал зарубежный. Я предпочитаю не сотрудничать с зарубежными такими ресурсами. А почему вы спрашиваете? А что вы видели? Потому что у вас вопросы появились очень нетипичные. В смысле? Я вот прочитал ваши документы и как-то у меня картина сложилась отлично от той, что вы мне объясняли. Поэтому я хочу в этом разобраться, задаю вопросы. А вы сразу же говорите. Нет, там абсолютно аназиатичная картина. Я как и говорил. То есть у вас идет пример пользовательского соглашения, который вы подписываете, разумеется, с финансовым отделом компании. Соответственно, в данной ситуации пример пользовательского соглашения. Все. Которое вы для себя изучили. То есть какие идут условия, как компания выглядит, как работает. Все. То же самое идет непосредственно с вас с предупреждением о рисках. Я воспринял, что это пользовательское соглашение не надо подписывать, потому что нам стоит подпись и печать. Вот поэтому я хотел узнать, директор юридического отдела. Ну, печать выглядит так, да. Ну, а вот стоит подпись. А директор юридического отдела зависит от региона, с которым мы работаем, потому что у нас несколько офисов, разумеется, есть несколько юридических отделов в разных офисах твоих. Если вы имеете в виду конкретно работу в целом с холдингом, у вас будет подпись напрямую от сотрудника организации, то есть директора юридического отдела. В данной ситуации я точно у нас компания сказал бы работать с более четырех тысяч человек. Кто подписывает данный документ, ну, это уже не в моей компетенции, соответственно. Это вопрос меня не волнует. Я не разбираюсь. Ясно. Я воспринимаю так, что я тут договор готовлю, мне надо его распечатать, подписать и отправить обратно. Поэтому я решу спрашивать. Вам будет выслан новый. Вам будет выслан полностью. Там идет пример именно с печати. Печать будет такая же. Да, печать такая же будет у вас. Максимаркет имеет Максимаркет с ЛТД. Ага. А когда у меня будет договор, с кем я буду подписывать, когда его вышлют мне? После минимальной активации вашего счета на 500 долларов вам сразу же присылается подпись с пользовательствующим соглашением на почту. Вы можете либо же распечатать, либо же установить электронную подпись сразу же на почте. Можно либо так делать, либо непосредственно через распечатку. Два варианта. Я понял. А с этим мы делаем электронную подпись. А вот по активации счета это значит носить депозит на счет? Я так понимаю, как написано в договоре. Да, конечно. Асправьте вашего счета это пополнение минимальной суммы на 500 долларов и закрепление документов для аккредитации. Ага. Так. Сперва активация внесения депозита, а потом документы. Так я понимаю. Активация это и есть внесение депозита. То есть непосредственно как это выглядит? У вас есть личный кабинет, который согреплен за вашим номером телефона и почтой. Вот с чего? Вы запоете вкладочку депозит. Там ваш личный пароль. Вы извиняете на свой личный пароль элементарно, да? То есть это ваш личный кабинет. Пароль вы никому не называете. Также вы заходите вкладочку документы, закрепляете с собой документы, либо же через менеджера отправляете на почту, и он закрепляет за вас эти документы. После чего, ну, просто обычно с менеджером это делается быстрее. И, соответственно, дальше вы дополняете свой депозит. Сначала на 500 долларов у вас проходит активация вашего счета. Вот. Если с финансовым отделом вас связывают, он активируется. После чего, непосредственно, вы уже дополняете на необходимую сумму для вас. На 1000 долларов, либо же 5000, либо же 10. В вашем случае 10. Ну, какая-то в банках, не знаю, как-то по-другому сперва подаю заявку, не открываю счет, заключаем договор, и потом уже я уношу какие-то средства. Ну, в банке так, у нас так. Вы закрывали себе только ИИС. С никакой инвестицией элементарно у вас иначе. Вы просто, например, скачиваете все приложения, у вас сразу же, например, подтягивается информация по вашей карте, и у вас есть никакая инвестиция. Все. Просто, элементарно вы подписываетесь в пользовательское соглашение, ставите «я согласен», с условиями. И все. Ставите галочку, грубо говоря, все, можете выполнять свой счет и вводить с ним. С никакой инвестиции. Для Тинькова надо же сперва тогда иметь карту, а карта через договор получается. Да. Ну, на Тиньковой инвестиции это разные рейдические компании. Это разные рейдические компании Тиньковой, с Никовой инвестицией. Соответственно, работать с Никовой инвестицией, например, с этим брокером, вы работаете с ними на честном слове. Все. То есть, с ними тоже никакого договора я не подписываю? Ну, согласен, вы не обучаетесь условиями пользовательской компании, да? Да мне договор, ни один брокер не дает договора. Нет, в ТБ у меня есть договор. Это разные вещи. И если это инвестиционный счет, это не дело брокере, а именно просто инвестиционный счет. Это разное. Ну, это наше, я думал, это тоже. Он следует напрямую через ТБ, поэтому у вас еще идет 3% компенсации по налогам. Так, а счет вы говорили, у меня в Барклайс банке будет? Мой личный счет. У вас идет счет в компании. Соответственно, вон ячейка хранится в одном из этих банков. Так, счет будет в компании или мой счет? Вы говорили, по-моему, что это счет мой. Счет ваш в компании, да. Да, ваш счет в компании. А как это может быть счет в компании? Счет может быть только в банке. У вас счет в ТБ. Ну, это же банк. Это не компания, это банк. А у вас же компания. А счета должны быть в банках. Вроде бы так. Это аналогичная абсурдная ситуация. Банк – это тоже компания. Юридическая организация. Финансовая организация. Кредитная же либо же некредитная. В РБ мы входили как некредитная организация. с кредитами его не выдаем. Но вы имеете доступ на межбанк без каких-либо лишних ограничений через работу у нас с компанией. Как-то непонятно. Я думаю, что у меня будет в Барклайсбанке мой личный счет. Я хотел узнать, какие там условия тарифный план для нерезидентов Соединенного Королевства, какие там у них есть комиссии, какие там платежи. Оказывается, счет в компании. Но в компании не знаю я. Даже если... Стоп, секундочку. Насчет Барклэйс и так далее. Какие комиссии? Вы работаете через организацию. Вы не работаете напрямую с Барклэйсбанком, у вас есть посредние. Какая разница, какие там тарифы. Это же не вас касается, а компанию. Мы этим вопросом занимаемся. Также, когда вы выводите деньги с компании, у вас идет элементарно допустим, такая ситуация. Минимальный вывод идет 50 долларов. Вы не платите комиссию с этого вывода. Но элементарно мастер-карт на чем-то же должен зарабатывать. Соответственно, в этом виза, да? Соответственно, комиссия идет со стороны компании. Какая-то небольшая. При каждом выводе. При каждом выполнении вашего счета аналогично. Но при этом вы не платите комиссию. То же самое здесь ситуация. Ну, выходит, я, может быть, вас несколько не так понял. Я как-то представлял, что счет может быть только в банке, и деньги могут быть только в банке храниться. А теперь выходит, что они будут у вас в компании. Как-то это не... Они на вашем счету находятся? Ну, счет-то в компании. То есть он ваш счет. Нет, он не наш. В смысле, ваш счет. Ну, элементарно. То есть, ВТБ является компанией. Просто-напросто разница только в том, что есть финансовая организация. Это одно и то же. Зато лишь разница. ВТБ – это кредитный банк, Максим Маркинс – это не кредитная организация. И все. Ну, как не кредитная организация? Могут храниться деньги. Так же. У вас есть доступный межбанк, вы там хранитесь в счетах. А что у вас на листочке? У вас опросы записаны или что? Нет, у меня распечатанное пользовательское соглашение о вашем предупреждении о рисках. Я же их на выходных изучал. Я же должен узнать, что я подписываю. Почему их распечатываются? Что? А, вы думали подписать сразу, отправить обратно их? Ну да, оно же пришло мне в пользу совершения с подписью. Я думал, его распечатал, изучил, подпишу, отправлю. Потом я скачал предупреждение о рисках. А вот условия торговли я не нашел почему-то. А тоже должен с ними я ознакомиться. Вот я поставил галочки в некоторых листах, где я не понимаю. Ну, в смысле условия торговли. Ну, у вас есть брокеровский счет, вы заходите, открываете в районной позиции. Какие-то могут быть условия торговли. Вы о чем именно конкретно сориентируете? Не совсем понимаю. Ой, условия торговли. Сейчас. Это написано у вас. Словия торговли. А, вот данные соглашения включают в себя также совершенные предложения. Предупреждение о рисках. Я его скачал. Потом политика в отношении использования личных данных. Это я тоже нашел. и третий условия торговли. И третий условия торговли. Условия торговли я не нашел. Ну, ладно, условия торговли. А вот еще, почему описано, что я соглашаюсь на суд в Ирландии. Я не хочу в Ирландии вообще. Какие там суды. Я их не знаю даже. Какой суд? Какой суд? Вы о чем? Это в соглашении о рисках? Нет. Это политическое соглашение, что вы мне отправили. Тут написано, что я даю... Именно где это написано? Это страница 16. Разрешение споров. Написано. Вы даете согласие на безотзывный переход по персональной подсудности в суды, расположенные в Ирландии. Вы также соглашаетесь, что судебные разбирательства по любому риску или слушанию значит, что и согласно данному соглашению могут проводить с вашим участием в электронной почте лично с помощью заказного письма. Это в какой вкладочке? Подскажите, пожалуйста, чтобы я точно смог вас ориентировать и полностью детально изучить вопрос. Именно. Какая часть соглашения? Пользовательское соглашение разрешение споров. Страница у меня получилось 16. Разрешение о спорах. Разрешение споров. Так, хорошо. Минуточку. Здесь написано. Вы признаете, что любой спор или ситуация не регламентирована до данного соглашения она должна быть разрешена руководством компании таким образом, который она считает наиболее справедливым это все. Вы имеете согласен обезотзывный переход от персональной подсудности в суд, расположенный в юрисдикции Сент-Винсета Гренадина. Если, соответственно, какая-то претензия компании присутствует, разумеется, решается в юрисдикции Сент-Винсета Гренадина. Как я сказал, организация находится непосредственно в офшорной зоне и зарегистрирована там. Также обратил ваше внимание на то, что у вас есть почта виспус-максимаркет.орг у которой вы можете решить любой ваш вопрос непосредственно в обход от меня а напрямую с руководством компании. Соответственно, написав на эту почту у вас любые вопросы решаются без каких личных ситуаций. Во-первых. Во-вторых, ситуации связаны непосредственно с тем, что... Так, минуточку. Владислав, я извиняюсь, но у меня не написано в Ирландии. В Ирландии. Минуту, я сейчас проверю. Вот PDF, который вы прислали, написано в Ирландии, я поэтому и спросил. Я не знаю, что заговорится в Ирландии. Там, может быть, скажут, не знаю, что делать. Это старое соглашение. Я вам старое отправил случайно. Ну, знаете, Сент-Винсент и Гренадина мне тоже не очень. Где они вообще? Я знаю, что это остров. Еще раз что? Сент-Винсент и Гренадина меня тоже не воодушевляют. Я знаю, что это остров, только где не очень представляю. Тогда лучше в Ирландии. В Ирландии я знаю, где Англия рядом. И в Европе. Да. Да, рядом так же, элементарно. Так же рядом. Ладно, в любом случае, нам сейчас, в принципе, не вопрос к вам. Я не совсем понял, а почему вы сейчас сегрегированный счет так не расспрашивали, касательно вот, как расспрашиваете сейчас в данный момент. Просто тут, на самом деле, все просто. У вас есть юридикция поделенная, там, разумеется, вопрос регулируется. А что за сегрегированный счет? Я что-то не помню, что вы мне говорили про сегрегированный счет. Может, я забыл? Я сказал, у вас сегрегированный счет отделен от 3-м пальца. В прошлый раз. В прошлый раз? Ну, знаете, может быть, вы мне прислали вот это соглашение старое, в нем написано по-другому совсем. Что счет не отделен, а наоборот, что вот я вам сочетаю, вот написано средства, записанные на ващества. В любом случае, размущаются. Смотрите. Так, подождите, написано, что средства не могут быть отделены от других средств, включая собственные средства и средства других пользователей сервиса. То есть, это, значит, не сегрегированный счет. Это как? Парас, у вас сегрегированный счет. Вы пополняете средства на свой счет, и непосредственно здесь не будет дальше никаких других моментов. Все, у вас сегрегированный счет. И то, что вы снимаете, не знаю, на видео или не на видео, тут контента не будет, поймите правильно. Вот. Ничего интересного вы не снимаете. Извините, а как можно снимать на видео телефонный разговор? По-моему, это нельзя. Я понял. В каждом телефоне есть кнопочка до записи звонка. В айфоне или в айфоне не важно, чего пользуются. Можно скачать в Play Market, а вы это знаете. Что скачать в Play Market? Софт можно в Play Market скачать, программки. Ладно, в любом случае, в этом ссылочке на почту не скиньте с роликом, я посмотрю с удовольствием. Если будете выкладывать. Я вас это не очень доброго вечера. Не очень понимаю. скиньте скиньте скиньте.